Плоды и коров священных поголовья. Ну, всё понятно, всё ясно, вроде бы. Коровы как символ и синоним достатка, благополучия, благостности. А плоды тогда это чего, как лицетворение? Ну, плоды тоже, собственно, питание, плоды как плоды трудов, плоды, здесь могут быть не только плоды деревьев или полей, тут могут быть и плоды какой-то интеллектуальной, творческой деятельности. Мы тут не ограничиваемся. Всё хорошо. Плоды все. Всё хорошо. Дальше идёт Синадмангарая, да? Так, потом, далее, за початку, священнослужитель. Опять произносит, а повторяет следующий отрывок. Так, слава тебе, Рауде Всевышний. Роди, наверное, Род. Род или Раде? Раиде, Раудре. Род Всевышний, Великий Божий наш. Ну, всё понятно, слава, да, хорошо. И знаем, что прави... Що. Що прави, мудрость и радость ты нам дашь. Да. Ну, знаем, что прави, мудрость и радость ты нам дашь. Всё хорошо. Слава тебе за то, что ты Вселенную сотворил. Всесвит сотворив. Всесвит, ну, Вселенную тебе слава. Всё хорошо. Так, наших дедов... Прекрасной жизнью наделил. Наших прекрасным житиям наделил. Прекрасным житиям... Ну, всё хорошо. Так, слава, яко... Дяко. Дяко. Благодарность. Благодарим тебя. Слава, благодарность и хвала тебе, Увышний Божий Рав. И будет в нашем сердце во все времена любовь и радость огненная. Ну, всё понятно. Вроде бы, Мангара идет. Все над Мангараем. Следующий отрывок. Слава тебе, Всевышний, Великий Божий наш. Дяко ему... Благодарим. Благодарим тебя, что... Ти... Те... Все свят... Что ты Вселенную родил. Явив. Родив. Слава... Ну, тут всё понятно вроде. Слава тебе, Всевышний Рав. Той, кто... Тот, кто явил АллатРа, то есть это Вселенский стол, мировое древо, Вселенскую ось. Угу. Угу. Ну, там вот слышал. Так. Слава тебе, Всевышний Рав. Слава, Бо, Слава, Ессвята. Твоя, Бо, и Слава, Ессвята. Твоя Слава, Ессвятая, да? Да. И Хай очистит нас в... И пусть очистит нас она. А, вона. Я думаю, война или что? Нет, война не надо. Она. И пусть очистит нас она. Слава тебе, Всевышний Рав. Там уже вот тот дерьмоэльф в интернете и так постоянно говорит, чуть ли не ангелом смерти меня обзывает. Поэтому, если кто-то от меня, типа, возьмет словение и будет повторять, и пусть очистит нас война, то меня совсем неправильно поймут. Ну да, тут надо сначала объяснить это, а потом уже... Так, дальше. Тот, кто свиту князем. Всевышний. Так, а как эта строчка читается? Всевышний. Тот, который для Вселенной князь. Тот для Вселенной князь. Слава тебе, Всевышний Ра. Тот, кто сходит к нам на землю. Слава тебе, тебе Бог правил. Мудрость и славь ты родил. Да? Да. Из них произошли Нуан, Тарун, Замбок, Вий и Ди. Иди. И Стамбок на земь сию сошел и пропредков от смерти к славе вел. И пропредков от смерти до славе вел. Да. Слава Дьяка и Бога. Дьяка, благодарность. Благодарность и хвала Всевышнему, Всесверхбогу, Ура. И буди в нашем сердце. Во все времена, любовь и радость огненная. А части тут что-то написано. В сердце и все части любви. Во все времена. А, это во все времена. Все часы, то есть. Все часы. Еще раз, как строчка будет? И будет в нашем сердце во все времена, любовь и радость огненная. Хорошо. Дальше идет Синадман Гарая. Потом. Славься, 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 Вышний Ра. Вся слава есть Твоя. Вся слава есть Твоя. Славься, жива, жива, матерь сва, гай сва, сау, саура. Славься, жива, матерь сва, очисти наши души и тела. И тела дальше идет Синадман Гарая. Тут вот что-то какие-то значки идет. Это перерывная медитация имеется в виду. Непонятно, что значит. Ну, то есть вот у нас и прошел кусок славления. Сейчас в этот перерыв мы можем вставлять медитацию. Какую медитацию? Вот те вот, например, вот эти знаки. Да хоть вот эти знаки или другую. Есть каноничные медитации для славления. Мы их разберем потом, пока мы разбираем только текст. И пока это даже не разбор текста, не разбор. Это предварительное, передознакомительное знакомство, скажем так. Знакомительное такое есть. Все хорошо. Дальше идет часть ее, да? Ну да. Мы ведаем, что... Мы сверхвечные искры духи, самостоятельные частицы силы и славы Всевышнего Ра, которые в начале-начале получили свои души, и с тех пор меняем тела в вечном круге перевоплощений. Мы ведаем, что Всевышний Ра и есть исток всего сущего. Ведаем, что Он есть любящим Отцом и Дедом нашим. Он род всех родов родитель, Он всеживитель, Он Всевышний управитель и Всенижний вседержитель. Ведая вот эту всю многопроявность Ра, будем прославлять Его святые имена, которые, по сути дела, являются Его проявлениями. Так, а мне так и читать, вот как ты сказал, да? Ну, как-то так. Так, хорошо. Просто я вот этого не смогу. Потом по записи я перепишу на это и буду... Ну, как сказать? Просто дело в том, что даже на сайте есть российский текст славления, но российского текста... Нет, славления не было в тексте по частях дня, поэтому как-то так. Но как бы российские все вот эти аналоги можно найти, не проблема. Да? Главное, чтобы для начала всё-таки ознакомливаться и с первоисточным вариантом, поскольку вот переводы все это отчасти от меня, отчасти уже даже от других может идти. А если каноничный текст, то он всё-таки каноничный. Ну, вот он каноничный и есть, да? Да. Хотя бы ознакомительный, но он... Вот это всё, что на современном шрифте, это уже тоже от меня. Угу. А всё, что на старом шрифте, это всё каноничное. Угу. Идём дальше. Так, Великой Матери ради Лада Жива, да? Угу. А потом и славяне повторяют... Ничего не понятно. Ну, то есть идёт осуществление, славление прави. Прави? Тут же про Ладу Жива что-то... Ну, правильно. Прави, Рада, Лада, Жива, Лакшми, Парвати, Сарасвати, Махакали, Сехна, Саркет, Раттауи. Великой Матери Рады, да? Да. И потом и славление повторяюсь по... Повторяют славяне. Где тут славяне? А, славяне повторяют, да? Ну, да. Ну, это так же самое, как и с предыдущими частями. Что сначала священнослужитель, потом все повторяют. Угу. Ну, понятно. Всевышний Ра, Удержитель... Удерживает весь мир силой прави. Правь является священной основой, с которой проистекает мудрость. А также явь и навь, мы же прославляем правь, и посему будем мудрыми и уславленными во яви. Какими? Уславленными? Да. Угу. Слава прави Матери нашей, и будем всегда верны ей. Прави, родная Мать наша, слава тебе. Подожди, 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 это ты уже следующий. Да, 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 да. Угу, да, да. Ну, и дальше, собственно. Дальше. Матерь наша, слава тебе. И будем славить тебя своими помыслами, желаниями и делами. Именно так. Прави... Родная Мать наша. Что такое прави? Прави. Прави, это обращение к прави. В российском языке говорили бы «правь», а в украинском языке говорится «прави», как в российском языке говорилось бы, допустим, скажем, «Татьяна», а в украинском говорится «Татьяне», в российском говорится «Иван», а в украинском «Иваны». Это обращение такое в российском, это осталось в плане «Боже». Не говорится же «Бог», но тоже говорится «Бог», но есть еще и старая версия, когда идет обращательная форма «Божия». Прави родина, мать наша, слава Тебе. Прави родная мать наша, слава Тебе. Что держишь? Что держишь? Ты сию землю, эту землю? Эту планету на себе. Прави родина. Вот тут у нас идет отсылка опять к Лелисовой книге, ибо в Лелисовой книге есть фраза, что «Дочь Бог повесил землю нашу, чтобы та силой прави была удержана». И вот здесь продолжение этой идеи. То есть можно понимать, что и те священнослужители, которые редактировали славление, и тот священнослужитель, который составлял Лелисову книгу, они говорили и понимали приблизительно одни и те же знания. Источник был один. Ну да. Вернее, даже разные источники, но понимающие одну и ту же самую идею. Здесь обращение прави, ты держишь эту землю на себе, там соответственно «Дочь Бог повесил в мировом яйце, яйцеобразную землю в бездне, чтобы та была удержана силой прави». Ну вот, удержана, и мы прославляем прави за то, что она удерживает землю. Что вы держите, ты, ты, ну ты, ты, всю землю на себе, прави, родная, родная, родная Мать наша, слава тебе, славься Вышняя Рада, Кращая Услада. Так, Услада тут имеется ввиду лучшее вдохновение, лучшая радость, можно так сказать. Прави, родная Мать наша. Слава тебе. Радная? Родная? Да, да. Слава тебе. Ты, 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 ты Руповедаем, что только, идя Твоей стезёй, можно счастье достигнуть. Достигнуть. Прави, родная мать наша, слава Тебе. И молвим, говорим Тебе о том, что Ты научила нас праведным делам. Обращаемся к Тебе с просьбой, чтобы Ты научила нас праведным делам. Прави, родная мать наша, слава Тебе, прославлять... Тебя и рас, и есть высшая радость мне. Радость нам, да? Ну да. Прави, родная мать наша, слава Тебе. Мы молим Тебе о том, чтобы Ты научила нас праведным делам. Вот есть разные твари, как в физической жизни, так и в интернете, которые пытаются подмазаться под физическую традицию, под физические знания, но они не хотят учиться праведным делам. А здесь вот, если мы осознанные, мы должны самостоятельно хотеть научиться именно праведным делам, именно в исполнении высшей воли, не свою какую-то от себя тяну, никому не нужную, бесполезную придумывать и её просовывать, а слушая голос совести, слушая наставления духовных учителей, и через них самого Всевышнего, познать вот эту высшую волю прави и исполнять высшую волю, а не свои какие-то сиюминутные бесполезные глюки. Вот с таким посылом, с такой идеей, с стремлением принять, осознать и осуществить, исполнить, не искажая высшую божественную волю, вот с такой идеей мы обращаемся ко Всевышнему, к Великой Раде. Хорошо. Прави, родная, Матерь наша, слава тебе. Всенадманка Рая. Потом идёт медитация. Так, Всенадманка Рая. О, Всевышний Ра, мы... Мы искренне любим тебя. Мы искренне любим тебя. Да. По сути дела, я сейчас для экономии времени рекомендую пропустить этот блок. Это просто идёт обращение к разным богам и разным стихиям с утверждением, что мы их любим. Сколько пропустить? Ну, блок вот этот, мы искренне любим тебя. Только вот этот? Да. Ну, посмотрите, там кусок вот этот. Мы искренне любим тебя, мы искренне любим тебя, мы искренне любим тебя. Это не смертельно. Вроде как после этого есть даже выжившие. Да, не то что выжившие, это очень... Ну, на меня тонизирует, как бы, такой тонус. Внутри этого, после священной Манка Рая, выжившие иногда бывают. Вот. Но это когда речь не идёт о нечистых силах. Нечистым силам священная Манка Рая достаточно неприятно, поэтому они или стараются её мешать, чтобы люди не повторяли, и сами не хотят повторять, или им достаточно неприятно от неё становится. Хоть, по идее, у нечистых сил всегда есть возможность перестать быть нечистыми силами, стать праведными, начать исполнять священную волю Всевышнего, проявленную через волю служителей Всевышнего. И так нечистые силы тоже могли бы обрести путь к праведности. Ну, что есть-то есть. Ну, и должен быть какой-то позыв, желание измениться, наверное. Ну, или осознание необходимости служения Всевышнему, и исходя, вопреки всем желаниям, вопреки всему, исходя из осознанности, собраться с мыслями, откинуть всё, что мешает служить, ну, и начать исполнять священное служение Всевышнему. Поскольку желание всегда будет отвлекать, вот есть, допустим, скажем так, один достаточно праведный человек, но его глюки то вводят в игру одну бесполезную играть, то вводят его другими глюками заниматься. То есть нет осознанности? Нет, осознанность у него как раз есть, и праведные труды осуществляет, и много чего другого. Вот каких-то привычек не может пока... Ну, вот, да, причём я понимаю, что через любую игру, по сути дела, вообще даже через ударение молотком об голову, тоже можно, если человек разумный, тоже можно начать делать какие-то наблюдения, какие-то идеи, и как бы сказать, что вот мы развиваемся посредством ударения молотком об голову. И в какой-то степени, если во время ударения молотком об голову человек делает какие-то праведные наблюдения, то это тоже можно сказать, что это духовное развитие. Но, как бы, это такое духовное развитие, которое, во-первых, не полезно. Так же, Шерек? Ну да, конечно, это путь как окольный, или как далёкий. Ну, какой-то такой путь, который легче уведёт от задачи, чем приведёт к ней. Поскольку есть огромное количество чего делать, нужно распространять материалы, нужно искать союзников, нужно много чего другого делать, нужно создавать кучу схем по мирозданию, по геохронологии Земли и так далее. Нужно сводить к единой классификации все исторические периоды, описанные в Ведах, вводить какую-то единую хронологическую линию. Вообще, есть очень много разных направлений, которые нужно, чтобы кто-то делал. Да, есть много, как бы, более правильных задач, которые бы хотелось бы решить. Поэтому, вот, собственно, тут и такая важность, чтобы каждый, кто понимает важность ведических знаний, как-то к вопросу сохранения и распространения этих ведических знаний подступался. Поскольку, ну, что, самому изучать и все, и что? Самому-то самому, но если есть возможность, но это моя точка зрения, конечно, лучше взять опыт уже тех, кто изучали, зачем идти своей дорогой? Нет, я имею в виду сейчас не только что самому, допустим, все придумывать, а имею в виду, что самому просто брать, изучать опыт, древний опыт, опыт традиции, просто изучать, и что дальше? Ну, тоже, как бы, распространять его. Вот. Ты же зачем-то делаешь это? То есть, для популяризации, так сказать? Вот, задача распространения знаний, чтобы праведным живым существам дать возможность выбора, хотят ли они заняться самосознанием и служением Всевышнему посредством исполнения священной воли. Или они настолько тупые, что они будут заниматься какими-то своими играми, своими фильмами, своими музыками, своей прочей вот этой им бесполезной бессмысленностью, вместо того, чтобы исполнять вечное предназначение. Ну, сейчас же, как бы, такое время, немножко, что еще не золотое вкрепление. При золотом вкреплении, возможно, будет больше рождаться осознанно. Так, дело в том, что сейчас и прекрасное время, чтобы те, кто осознанны по-настоящему, проявили свою осознанность. Вот, прошу сравнить две такие ситуации. Вспоминаем князя Анта и великое княжество Анта, его державу, где все было канонично, где за любую неканоничность он карал справедливо. Можно спросить? Ант, время его жизни? Две с половиной. Тысячи лет. И он здесь, на Украине, да, жив? Где-то от Румынии до Казахстана, его княжества, если мы говорим с запада на восток, и где-то от Петербурга, чуть южнее Петербурга, до, соответственно, на юге, тут у нас Румыния, а там Персия. То есть, ну, огромное. Да. И у него все было правильно. Любой, кто отказывался служить Всевышнему, любой, кто не хотел исполнять волю Рахманов, изгонялся просто из его державы. Если бы во время князя Анта кто-то начал бы доставать какого-то священнослужителя разными гадостями, разной мерзостью, если бы кто-то начал уничтожать ведические знания, да даже попытался бы это сделать, такого бы уже просто несколько раз четвертовали в показаниях остальным, что так не стоит делать. Тогда быть типа святым, поскольку такие все, поскольку к такому стимулирует само государство, не было сложно. Наоборот, грехи осуществлять было достаточно сложно. А вот сейчас быть праведным очень сложно. Сейчас, если, во-первых, нет высших регулирующих каких-то идей со стороны государства. Государство, наоборот, дает все возможности для деградации. И, по сути дела, вот есть ведические знания, и тот, кто добровольно отринет все свои глюки, все свои глючные идеи и примет служение Всевышнему посредством исполнения Его священной воли, это достаточно. Во-первых, нужно самому иметь силы воли, потому что человек духовно слабый, он будет считать, что вот он живет типа своей жизнью, что он вот типа свои какие-то идеи исполняет, и ему это все не нужно. Духовно слабый человек никогда не сможет пересилить все свои глюки и добровольно исполнять священную волю. Поэтому сейчас быть праведным, это показатель, это очень, очень такое, с одной стороны, нелегкое, а с другой стороны, очень необходимое дело. И вот сейчас и есть то испытание, когда проявляется истина. Золотой век уже всякое такое может воплощаться и быть святым, просто потому, что оно воплотилось, потому что родители сразу дали знания, поскольку если оно не будет служить духовному учителю, то все будут на это существо показывать пальцем, типа вот что это вообще за грязь такая. А что вы сейчас, когда со стороны государства нет какого-то либо принуждения к духовному развитию, нет строгого контроля. Просто даже информации нет. И информации ее с одной стороны тоже вот можно сказать, что нет, а с другой стороны есть. Я же нашел Реяна, правее слово. Это хорошо, это единичный случай, а в основном в России лучше можно Как раз этот случай показывает выбор, потому что я решил найти, пошел и нашел. По сути дела, да, было сложно найти, да, он меня не сразу принял, да, там много чего было, но я доказал ему свою качественность, я доказал соответствие меня его целям намного больше даже, чем другие его ученики, и в конце концов он меня назначил своим преемником, а не кого-либо из тех учеников, которые у него учились, допустим, даже по 60 лет. Потому что его главная идея была проповедована, а если они там так или иначе были непригодны для этой цели, то, соответственно, они и были обозначены как второстепенные. Ну вот смотри, он же тебя сколько, как сказать, искал, если он примерно ушел в мир иной в 100 лет, и там, да? Ну, 101 почти. Ну, 101, и ты у него обучался там 7, ну пусть 10 лет. 7 лет. Это в 90 лет, то есть, и до этого, то есть уже отнимаем 10, будет 90, а потом, там, когда сын его как бы не стал следовать, это вообще еще было при Советском Союзе. То есть это еще лет 40 он вот занимался деятельностью, и у него не было... У него были ученики. Были ученики, но не было тех, кто бы вот как ты, например, пошел бы и проповедовал. Ну, да. Ну, поэтому как бы они и там всякие были второстепенные, тридцестепенные, десятистепенные по значению. но тоже они очень мудрые, очень знающие, там, многие из них превосходят меня по целому по ряду направлений, не просто по какому-то одному. Ну, у них свое просто направление, а надо было, чтобы... Однако, в принципе, это все даже не важно. Важно то, что я решил его найти, я его нашел, и я стал изучать веды. И я не как паразит пришел к нему, типа, прими меня, пожалуйста, потому что мне нет куда притулиться, а я пришел и своими делами доказал право быть его учеником. И, в принципе, каждый мог бы это сделать. В принципе, куча других людей также могли бы это сделать раньше, чем я, на десятилетия раньше, чем я, многие. А им сейчас даже, когда уже в интернет выложил кучу записей, когда есть книги, хоть какие-никакие, допустим, на украинском, все равно украинский не настолько отличается от российского, чтобы не иметь возможности понять. В принципе, если я старославянский выучил так или иначе, то и читать на украинском не так сложно, и можно. Здесь снова вопрос-выбор. Возвращаемся к завершению нашего первого диалога. О чем мы тогда говорили? Первый диалог из уже этого ряда диалогов во время этого приезда. Я хотел бы обучаться, честно говоря, конкретно. Тогда, когда я уже выключил запись, когда, в принципе, уже мы завершили основное, мы начали вопрос о затрагиваться запоминании. Да, о памяти. это такое. И что я сказал? Ну, что есть несколько уровней сознания, про это мы говорили. Нет. Был вопрос о том, что все нельзя запомнить, о том, что много забывается. Я привел прекрасный пример относительно, который иллюстрирует реальное состояние вещей. Например, я не знаю ни одного случая, чтобы родитель забывал, я имею в виду, не вследствие, допустим, травмы, не вследствие какого-то заболевания, а вот просто вот идет по улице и забывает, как зовут его детей. То есть, если человек... Я не знаю случаев, чтобы какой-нибудь любовник, который по-настоящему влюблен в свою какую-то штуку или его какая-то вот это, чтобы она забыла, как его зовут или он чтобы забыл, как ее зовут. Как правило, так называемые влюбленные, они и помнят друг друга и точно уже не забудут. Дети не забывают именно родителей. То есть, по-настоящему это показывает, что память может помнить. Даже именно котов своих люди не забывают. А вот ведические знания забывают. Ну, тут насколько важно это и поэтому... Вот мы и подходим к вопросу о реальном осознании и важности. Поскольку, да, вот послушать мой рассказ ну, типа, интересно многим. Мне, ну, еще ни один эзотерик, который вот сознательно приходил со мной пообщаться и ни один еще не сказал, что ему было неинтересно или как-то так. да, некоторые говорили, что они не согласны, что у меня там не по их теории, если это ударившись от христианства или еще по какой-то религию. Некоторые говорили, что я слишком мрачную картину мироздания предоставляю или слишком безысходную или еще что-то такое. Многие говорили, что они не могут многого понять, но ни один не сказал, что ему не было интересно. То есть получается, как вот на правах поинтересоваться, они этим интересуются, но на правах осознанного изучения только несколько правильных человек реально изучают. Так оно и есть. Интересуются многие, а изучают не логицы. Как бы вопрос, насколько тут у нас будет просто желание изучать просто желание и осознание необходимости изучения. Это необходимо, но как сказать, в это же тоже надо как-то вклиниться. Я не хочу давать обещание, что я буду и все, но я просто даже перечитал те лекции, то, что мы с тобой обсуждали, переписывал. То есть часа два и я вырубаюсь, я не знаю, просто в сон клонит вот такое. А вот представь, если бы с кем-нибудь из любимых родственников ты общался, ты бы не клонился в сон. Да. Вот это и показывает, что тело может, мозг может, но сознание должно решиться. Если сознание решается, то сознание может пересилить тело, сознание может пересилить мозг, сознание может пересилить эгрегоры и даже богов, если это будет нужно. да, скорее всего это все так, но просто чтобы хотелось бы войти в это не в стрессовом таком состоянии, а как-то постепенно. А чего бы не в стрессовом? Ну, каждый день биться. А зачем биться? Ну, я имею в виду. Можно один раз решиться и этому следовать просто. Можно один раз взять, переломать все то, что мешает развиваться и потом уже не давать этому всему возможность прийти в такое состояние, в котором он способен мешать развиваться. Ну, видишь, я не могу пока спать три часа, к этому, я думаю, надо прийти. Я не могу есть пока один раз в день, к этому тоже я считаю, надо прийти. Здесь очень важный нюанс, что для изучения вед не важно сколько человек спит, по сути дела, и не важно даже сколько человек ест. ну вот я же говорю, что я вырубаюсь просто, ну и там полчаса поспал, например, ну как-то полегчало, а ты говоришь, что если ты этого не понимаешь, то вот я... Нет, я только предоставляю выбор и возможность осознания того, что необходимо сделать выбор к тому, что нужно осознанно изучать веды. Можно вполне себе так устроить в день, чтобы, допустим, поспать там хоть полдня, ну это конечно неправильно, но условно сколько нужно поспать, а потом взяться и изучать веды. Взяться и изучать веды, а потом чтобы человек не делал осмыслять то, что было прочитано. Поскольку тут тоже такой вариант, что часто бывает у людей вот с такими конспектами ко мне приходят толщинными, где ксероксы какие-то, они там еще делают скрины с моих занятий, где в музее что-то, и там вообще одна пришла с таким конспектом, что просто вот такое школьно-примитивно, вот такое вот его там только еще осталось бы, не знаю, радужку и единорожечка понарисовывать, и было бы вообще как конспект какой-нибудь школьной отличницы. Человек идет через это, у него вот это придет. Я предложил убрать этот конспект в другое место и отвечать только тем, что есть в мозгах. А в мозгах отказалось, что там вообще мизер, ну, мало совсем осталось. Розовые единорожечки бегают. Ну, он же жил жизнью как бы в социуме, и то, что он есть, то есть, и если он идет через вот этот большой конспект, ну, хорошо, что он идет. Ну, это такой путь, который тоже отнимает время и силы. Много силы отнимает. И в какой-то степени я согласен, что хорошо хоть так. так. С другой стороны, вот, я шел сегодня, пока сюда забирался, и видел, как один алкаш сидит просто на асфальте. В конце концов, и хорошо, что сидит, мог бы лежать в луже, мог бы лежать дохлый. Лежал бы дохлый, тоже хорошо было бы, что он лежит дохлый, а не пошел кому-нибудь разбивать так называемой розочкой от бутылки головы. Тут все, что есть, это в конце концов хорошо, и относительно всего, что есть, могло бы быть и хуже, но могло бы быть и лучше. И наше стремление должно быть к тому, что могло бы быть лучше, и не просто осознавать, как оно могло бы быть лучше, но и делать. это, чтобы было лучше, постоянно совершенствовалось. Реды предписывают постоянное самосовершенствование, поэтому вот как-то так и рекомендую. Ну, что, там, по словлению, по тексту какие-то вопросы будем разбирать, или что будем разбирать? А если из памяти? Если из памяти, да. Ну, вот то, что я про это первое спрашивал, что начинается малый, малая, как это? Ну, я же объяснил. Это все вопрос, закрыли, тут все объяснили. Так, что там еще? То есть, там примерно в некоторых частях дня попадаются какие-то славления, и примерно в это время их надо прочитывать. здесь такая ситуация, что, допустим, а если мы на какой-то работе, там, где нельзя, там, где, допустим, нужно с материалистами, или вообще с христианами сидеть, и нельзя там встать, зажечь свечу, иначе читать славление. Если мы едем в транспорте, ну, в конце концов, не выходить же нам, как мусульмане из транспорта, и не начинать впадать в фанатизм, и с другой стороны не пропускать же из-за того, что у нас не получилось делать. По сути дела, можно и пропускать, можно и как-то переносить. У всех славлений главная задача устремления ко Всевышнему. И, допустим, когда я у района правейслава спрашивал, а что, допустим, поскольку у меня был выбор, или я сижу буквально дома и найду себе какую-нибудь работу в селе и буду там сидеть и исполнять славления, и идеально всё изучать, и к нему приходить, и так дальше. Или выбор ездить в город, всякие ситуации, искать там у кого останавливаться, ну, во имя проповеди, во имя всего такого. И район правейслав предоставил ведический текст и объяснение относительно того, что исполнение его священного наставления о необходимости проповеди, вот, когда я его исполняю, то это, по сути дела, лучше любого повторения молитвы, лучше многих, так сказать, духовных практик, поскольку в конце концов эти духовные практики важны только лишь человеку. И пока нет абсолютной осознанности, то это даже не общение с богами, а это некая для себя такая галочка, что человек помолился, и вот как христиане типа ставят галочку, все, мы на сегодня святые, мы помолились. То, что никому из богов их молитвы не нужны, то, что в принципе они это вот как помылись, ну помылись для себя, так и помолились, помолились для себя, не для богов по сути дела. То, чем такие молитвы, то, конечно, лучше осуществление какой-то проповеди, поскольку только проповедуя можно лучше осознавать грани того, что мы изучили. Это на протяжении лет вот такого общения с разными людьми, когда мне по мирозданию задавали и самые глупейшие вопросы, и задавали такие вопросы, которые заставляли меня в действительности несколько по-другому взглянуть на схемы мироздания, задуматься о том, о чем я ранее не задумывался. Да и даже когда задают достаточно глупые вопросы, все равно для того, чтобы дать на них какой-то разумный ответ, приходится пробежаться по своей памяти, о знании мироздания. Я вот сколько уже это делаю, я только все убеждаюсь, убеждаюсь и сильнее убеждаюсь в том, что рассказывая другим, отвечая на их вопросы, помогая им лучше понять, я сам лучше понимаю. С другой стороны, если бы я сидел и сам только перечитывал, я сто процентов знал бы больше всего, но степень осознанности и степень проработанности с разных сторон скорее всего хромала бы, поскольку не приходилось бы и защищать, и не приходилось бы и с разных сторон подходить к ответам по разным вопросам мироздания. Кстати, как там мироздание поживает? Мироздание? Да. Мироздание слушал по лекциям видео, там есть непонятные вещи. Ну, так, их сюда. Ну, вот, так, то есть, сейчас. Ну, сначала не было ничего, потом Всевышний проявился, это было как яйце, яйце. Старожно, если не было ничего, откуда развелось яйцо? он его, наверное, сделал. А может, не сделал? Нет, там был, как картинка была, то есть, там как-то он проявился, была какая-то область, потом сделал яйцо, потом в этом яйце он пробил скорлупу вверху и вниз и спустил искры через себя пропустил. Ну, да, но нет, но отчасти. Вот тут тоже, чтобы эту схему осознать, нужно еще многократно это все переслушивать, перечитывать. Во-первых, нужно задаться вопросом, что было из того, что было в самом начале? Ну, был сам, создатель был? Создатель, еще кто-то были. Были какие-то разные энергии, множество, скорее всего? Нет, был Всевышний Ра в Духовном мире и есть в Духовном мире и есть множество его искр, его самобытных, самостоятельных, личностных частиц, таких же по качествам, но несоизмеримо меньших, чем он в количественном плане. и части из этих искр понадобилось для их развития создать то, что стало известно как материальный мир. Ну, да, они как бы захотели там... Сложная история, не трогай пока то, чего они захотели, поскольку тут нужно с разных сторон подходить, можно сказать, что они загрючили, можно решить, что вот Всевышний для них из каких-то особых планов решил создать материальный мир. Можно... Ну, в каком-то степени можно даже образно сказать, что они загрючили, и поэтому пришлось для них создать материальный мир. Вот он стал создавать. Потому что в духовном мире должно быть осознанно абсолютное служение Всевышнему и служение Его представителям. Если в каком-то месте соответственно Всевышний вместо себя ряд каких-то процессов доверяет какой-то из доверенных искр. И остальные должны абсолютно исполнять высшую волю. Но при этом Всевышний не создавал роботов, и задача не в том, что искры не могут нарушить волю Всевышнего, а задача в том, чтобы осознанно исполнять эту волю, имея возможность постоянно заглючить. Ну, для тех, кто немного заглючил, была создана такая местность, где они могут пребывать в иллюзорном глюке относительно того, что они типа сами. Но получается, вот современные люди не хотят служить Всевышнему, не хотят служить представителям Всевышнего, однако они служат Макдональдсу, они служат аптекам, они служат тупым мясоедным политикам, которые сами служат корпорациям или мафиозным структурам, или спецслужбам, а все эти представители спецслужб тоже служат всяким, по сути дела, недостойным существам. И получается, что вот так называемые нынешние свободные люди, которым, если предложить служить Всевышнему, они скажут типа мы не рабы, мы не хотим отстаньте от нас, но на самом деле они служат кучей всяких таких же дебилов, как они, и даже еще хуже иногда дебилов. Но нет осознанности, они не понимают, это невежество, нету знаний. Служат глистам, служат там вообще каким-то тонкоматериальным паразитам, и кучей всякой нечисти. И вот Всевышний создал, дал одной из искр некие специальные полномочия. Создал так называемую платформу, к которой он испустил из себя лучи. Каждый из этих лучей имеет устройство, есть память? лучи. потом он Алла-Тара сделал, а вот это... Как луч света состоит из фотонов, так и те лучи состоят из сферических образований. Вот это не совсем понятно. То есть, луч идет, да? Вот этот луч состоит из сферических образований. Духовный мир, огромный, безграничный. В микрочастице его Всевышний можно сравнить его с лампой в вершине комнаты, если мы представим круглую лампу, и, соответственно, можно даже платформу сравнить со столом. И вот представить, как сверху идут лучи. То есть, он вот этот стол не создавал платформу, она была... Он дал возможность существовать. Это одна из искр, богиня, которая стала как бы опекуншей материального мира. В конце концов, все искры духовного мира это искры Всевышнего. Искры это частицы огня, которые порождены огнем. И как он их не создал, когда искры порождение огня в любом случае. В принципе, его по сути и вот эта искра, которая стала платформой, она также его, в конце концов, порождение. Он испустил к ней лучи. Каждый из лучей имеет свое устройство. Подожди, лучей сколько? Один или сколько? Множество лучей. Но свет это лучи. Да. И один луч имеет устройство. Все лучи имеют устройство, но мы рассматриваем устройство того луча, в котором мы живем. А, так даже? Ну да. Ну так же само, как соответственно мы рассматриваем все галактики, однако детальнее рассматриваем нашу. так же. То есть, этот луч можно как-то отделить от других значит? То есть, вот сейчас же лампочка светит, мы же не отделяем. Ну, тут сложно сказать. Если бы были бы какие-то приборы, то можно было бы это сделать. Даже вот есть эксперимент, когда ставят источник света, который спускает фотоны, и ставят там дальше некий объект, который улавливает эти фотоны и смотрят, они будут как шарики лететь через проемы или будут как волна распространяться. Это даже такой эксперимент зафиксирован, который в принципе-то проверялся и проводился многими исследователями. То есть, условно говоря, из объема света можно выделить траекторию ряда вот этих фотонов, и сказать, что вот это луч. Так и там получается есть подобие вот этих фотонов некие сферы. В каждой из сфер внутри проявлен Всевышний Ра вокруг подожди. Вот этот луч и вот в этом луче сферы, да? Да, вместо фотонов. Вместо фотонов. Вместо вот этих светящегося чего-то. Так дальше. В центре этих сфер проявлен Ра. мелкие проявления Ра. Вокруг него проявлена Рада, в которой находится много искр, заготовленных для воплощения в дальнейших уже образованиях. Вокруг Рады находится Астар, Бхатар, Онтар и ряд других богов. Это там каждому из них принадлежит своя орбита. Между Радой и Астаром находится орбита, на которой находится множество вселенских яиц. Так, 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 еще раз. То есть, вот... у нас так, есть фотон, а в фотоне есть свое устройство, как и в Атаме. Ну, да. Вот в том вселенском фотоне, в котором мы живем, там получается, что вокруг Ра есть Рада, а вокруг Рады идет некое тончайшее образование, состоящее из множества яйцеобразных элементов. То есть, какой-то же шар или как фотон, да? Да. В котором в середине создатель, вокруг создателя Рада, а вокруг Рады идут круг яиц, да? Шар из яйцеобразных элементов. Шар? Да. Нет, вокруг Рады идет шарообразные элементы множества, да? Вокруг Рады идет шар, состоящий из яйцеобразных элементов. Так, дальше. И, ну, дальше идут другие боги, мы их не трогаем. А вот один, да. И вот эта прослойка вот из этих шаров вы рассматриваете сейчас дальше? Нет, из яиц, из яйцеобразных. И вот мы берем один из яйцеобразных элементов и понимаем, что его низу проявленный Всевышний как про бог, его энергии, огненные энергии, как промагопотай, подобно вселенскому змею, пронизывают шкарлупу яйца, создавая ее по сути дела. И он испустил вверх свою мысль. Практически возле вершины этого яйцеобразного образования он создал сварку. Он создал богов сварки, он поднялся еще чуть выше, пробил шкарлупу яйца и из того места, которое является светом Ра, то есть Радой, он взял вот эти заготовленные искры и пропустил их в это яйцеобразное образование. Подожди, сейчас давай скажем. Яйцеобразные вот эти образования все находятся острым концом к Раде, тупым концом к Астару. Рада сверху, да? Ну, да, да. То есть создатель проявился внизу яйца, вверх и спустил свою мысль, примерно у самой вершины он проявился и создал сварку. Сварга это вот на четыре делица, где белобог, чернобог напротив и там истанбог и числобог. То есть создал эту сваргу и дальше он приподнялся еще чуть выше пробил шаргу яйца, взял себя искры и выпустил их вниз пирамидальным таким как бы светом. вот тут понятно. То есть вот как бы еще это нужно переслушивать, пересматривать, перечитывать. Потому что само знание в голову не придет. И то, что я сказал, оно заботится. те люди, которые думают, что они со мной пообщаются и как бы все, так нет. По идее это должно быть только началом. Это должно быть только как бы фактором поступления информации. А дальше, если эта информация не будет обработана сознанием, не будет разобрана, не будет совмещена с другими элементами, не будет запущена как программа, то соответственно она будет забыта. Да, надо осознать это и это осознавать возможно постоянно. Ну, как-то так. По крайней мере в фоновом режиме, чтобы данная программа стимуляции сознания и мироздания присутствовала, и что если нужно задуматься о мироздании, сразу мы быстро запускаем все эти схемы, представляем, как оно все существует, и выбираем нужный для нас пласт знания и излагаем его. Как-то так. Ну, а дальше так, то есть создал сваргу, потом он стал создавать Аллатара, да? Так Аллатара уже создан, по сути дела. Когда? Когда вот эта мысль спускалась? Ну, мысль это центр Аллатара. Когда он создал плоскость сварги, он создал также четыре столба, которые удерживают с четырех сторон эту плоскость. Они в середине удерживают, да? Как бы посередине идут? Посередине яйца. В середине яйца. Но по четырем углам сварги сама. То есть они не в середине, а по углам? В середине мысль, а они по бокам, да? По бокам. Образовое подобие обелиска. Ну, в середине мысля, а по бокам, значит, он окружен внутри этого, так сказать, Аллатара. Мысль внутри, да. Внутри. и на вершине этого... На вершине обелиска род прородитель. То есть там как пирамидка идет. Ну да, как обелиск, вот именно как обелиск. Ровно как обелиск, которые памятники есть в форме обелиска. Да-да-да, это все понятно тоже. Ну, для меня по-примейски. И ну и что дальше? Там же он потом создавал этих множество там Аллатара. Да, множество копий Аллатара. Тиффон и Тиффанида проходили это все. Подожди, а как они получились там множество этих копий? Ну, таким был план Всевышнего для того, чтобы создать многогранность, многоуровневость устройства материи. Ну, такой был план. А как это у него получилось? Ну, как это началось? Он сделал так, что в сварге, от центра сварги до его проявления в самом верху возникла уменьшенная копия Аллатара. Не понял. Ну, как не понял? Понял. Ну, это самое, вот и как матрешка. Получается матрешка в матрешке, уменьшенная версия матрешки в матрешке. А, вот так, да? То есть Аллатара в нем еще одна Аллатара и но Аллатара вот вторая, если мы представим первая Аллатара пол стола где-то вот таким отрезком, вот тут у нас вот тут вот у нас будет сварга, плоскость сварги, то второй Аллатара у нас вписывается по принципу матрешки не на протяжении всего этого отрезка, а только тут от плоскости сварги до вершины Аллатара все непонятно, что непонятно, вот эта плоскость, вот считаем у нас линию, где находится пробок, мысль Всевышнего, четыре столба Аллатара, ну представим, что здесь лежит положенный обелиск такой ну а все понятно вот тут у нас плоскость которая сходится пирамидой к единому центру и вот в этой пирамиде вписанный еще один микро такой же Аллатара вот этот столб и сюда до него да 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 вокруг той же единой мысли мысль остается та же самая в центре пронизывающая только столбы и сварга по сути дела дублируются и в сварге того Аллатара там вот создаётся ещё один такой же меньшая копия да да то есть сварга это вот пирамида самолет сварга это плоскость между четырехгранной колонной нижняя плоскость вот этой пирамиды да именно так нижняя плоскость пирамиды это сварга и посредине опять то же самое копируется внутри вот этой пирамиды. Опять идет столб, опять то же самое, сварга там поменьше. И вот сначала Тиффан и Тиффанида вошли в самую мелкую из всех этих сварг, создали там материю, потом столбы упали, пошло... Падение, разрушение, они их опять создавали, разрушалось и так множество раз. Так, а вот Тиффан и Тиффанида, они что создавали? Ротоматериальное образование. То есть, вот эта вот пирамида как бы у нас тут, ну в этой комнате есть, и что они где, откуда взялись, и как... Они не зашли сверху от Всевышнего по... То есть, от этой пирамиды сверху они зашли по... Вот они, допустим... По углам... По... По... Граням. По граням, да. Они, значит, спустились по... Одним-двум граням. Угу. Спустились, пересеклись сварги. В центре сварги. Они, то есть, были напротив, да, грани? Нет, по боковым граням. С одной стороны грани были? Ну да, вот. Представляем вот этот отрезок... Вот смотри, 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 смотри. Представляем, что Всевышний у нас тут вот где-то. А представляем, что этот кусок стола, это плоскость сварги. Вот, значит, Тиффан и Тиффанида сходят сначала по одним-двум граням пирамиды. А, не по граням, а по середине? То есть, да, по середине грани вот этих. По середине плоскости, эти плоскости треугольных каких-то, да? Ну, не по углам. Не по углам, а по середине? Да. Вот этот треугольник какой-то. Ну, вот у нас, как бы, квадрат. Да. Вот они сходят, значит. В центре тут они встречаются. Угу. Это все у нас как декартовые координаты. Ость Х, ость Y становится. Угу. Сама плоскость эта нижняя. Да. В центре они встречаются. Дальше Тиффан проходит дальше и поднимается обратно снова по одной из сторон, по одной из сторон. И Тиффанида идет, доходит до угла и поднимается вверх тоже по одной из сторон. Так. И поднялись они. Снова берут от Всевышнего материю и спускаются уже в сваргу большую по размеру. Там также само взаимодействуют, создают материю и снова возвращаются. Они в большую, разве они в меньшую? Сначала они в самую маленькую вошли. А, в самую маленькую? Самую-самую-самую. В ней столбы развалились, она упала в следующую по размеру. Угу. Они как раз успели уже дойти до нее. Угу. Создали из той материи, которая упала и из новопринесенной, создали разные там уже образования. Когда они вернулись ко Всевышнему. Вверх туда. Столбы упали и та сварга провалилась в следующую. И когда они не сходили снова, они не сходили в следующую по размеру. И так далее. Угу. То есть, столбы, они шли в середине, да, вот этой пирамиды? Да. То есть, и они делали... Что они делали-то? Ну, удерживали плоскость. Кто от чего делали? Столбы? Нет. Тимонатифониту, да. Тимонатифониту, да. Создавали протоматериальные структуры. И что это такое, как это понять? Это то, из чего потом образовались атомы, молекулы, Солнечная система и так дальше. Структуры, порядки из искр, которые находятся в том или ином взаимодействии с проявлениями Всевышнего и так дальше. Ну, пока сложно, как бы не укладывается. Ну, как? Ну, вот тем же адронным коллайдером там постоянно разбивают все эти структуры и хотят добраться до глубин. А вот они создавали то, что адронным коллайдером разбивают. Угу. 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 Коллайдер ни о чем не говорит, я не знаю, что это такое. Так... А кто такой Стивен Хокинг известен? Я не слышал. Нет. Соболезнован. Очень мудрый детский. Он что говорит, о этих лучах рассказывает? Нет. Я советую, кстати, переслушать все, что есть по Хокингу. А кто такой Хокинг? И что он сделал? Не важно. Там будет известно. Это есть лекции или что? Да, есть куча. Вот я просто советую залезть или ко мне в контакт, или просто в интернет. И через поисковик Стивен Хокинг. И все, что удастся найти, изучать. Сейчас я расскажу. Не обязательно. Оно же останется на записи. А когда я эту запись получил? Через время. Ну так это через неделю. Не важно. А память это тоже останется. И как возможность тренировать память. А, вот так же. Тренировать память. Хорошо. Ну да. Стивен Хокинг. Стивен Хокинг. Стивен Хокинг. Король хоккея. Да. Король хоккея или что-то. Я даже не знаю. Король хотения. Но, сомневаюсь. Возможно, хохотущий король. Так, хорошо. Но сделали вот этих. Он стал истинным королем мыслей о Вселенной. Мыслей о Вселенной современной цивилизации. Вот это он в действительности король. Поэтому. Непонятно. Мысли о Вселенной цивилизации. Мыслей. Перспективного примера мыслей современной цивилизации о Вселенной. Есть ведические мысли о Вселенной. Основанные на ведических знаниях. Они совершенно другие. А он с научной точки зрения подошел. А он именно с точки зрения современной материалистической науки. А, вот так. Да. Это его путь и он об этом говорит. Да. Ну, ясно. Хорошо. Вот они сделали множество Аллатара, которые... Они не делали. Как раз после их действий Аллатара эти и разваливались. Хорошо. И после их действий остался один Аллатара. В центре сварги которой была уже устроена материя по последнему образцу. И уже существовало то, из чего позднее возникли галактики. Одной из которых, на планете одной из которых мы как бы сейчас сидим. Подожди, подожди. То есть, они начинали... То есть, они начинали из малого Аллатара делать все больше и больше, да? То есть... Ну, как бы они не делали из малого. Они сначала создали пруто-материальное образование в самой мелкой сварке. Она упала в следующую по размеру. Там они эту материю снова переформатировали, добавили в новой. То есть, в большую, да? Упала в следующую по размеру. Да. В следующую по размеру. И так, пока они не сгруппировали материю уже в самую основную сварку. То есть, создателю самой мелкой вот эту сделал, да? Ну, давай по-другому сделаем пример. Вот сначала, к примеру, на завод привозят кирпичи, труд и создают песок. Из песка потом создают цемент. Из цемента потом создают строительные блоки. Из строительных блоков потом создают здания. Но на самом деле это все потому, что есть тот или иной план городской застройки. И так постепенно создают ту или иную часть города. Что? Не знаю, пример для меня не получился. Ну, чего не получился пример? Сначала нужно создать то, из чего строится более объемное, на микроуровне. Нужно камни превратить в песок. Ну да, так. Вот так, образно говоря, представляем, что в той микросварге создавали песок. Следующие по размеру создали уже... Кирпич, да? Да. Потом здание. Ну, примерно так. Да. То есть, создатель сначала создал песок, да? Первичную какую-то часть вот этой протоматерии. Ну, создатели, точнее сказать... Не, ну до Тиффана Тиффани, да они же с чего-то что-то брали. Они взяли искры, которые с духовного мира в материальный взял силошник. Ну, да. Но они же с этих искров делали вот это... Да. Кирпич, а потом здание. Да. То есть, песок уже где-то был. Песок, то есть, предоставил... Нет, они как раз сначала создали песок из искр. Ну, а, из искр сделали песок. Конечно. Вот так. Образно говоря, да. Ну, то есть, создатель предоставил им искры. Да, 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 да. И из этих искр уже начали творить и получилась вот структура, там, здание в конце. Да. По аналогии так. Ну, хорошо. А и дальше что было? Ну, и дальше мы живем в этом состоянии. Не-не-не, вот ты там проговорил, я не уловил. После этих Тиффана и Тиффани, то что там дальше? Там много чего еще было. То есть, пока это не было или как? Ну, как, возникла галактика. Подожди, а откуда она как взвалась, галактика? Ну, как, они ее создали. А, то есть, вот это здание... Галактика это часть интерьера в этом здании. Не понял, что? Галактика это часть интерьера в этом здании. То есть, это комната, да? Ну, скажем, диван в комнате. Диван в комнате. Да, или табуретка. Ну, так, 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 так. То есть, они нас создавали кучу вот этих зданий. Да. И одна из этих комнат, одна из этого здания, это есть наша галактика, да? Галактическое образование, скорее. А Вселенная это тогда что? Вселенная это мировое яйцо. То есть, это то яйцо, где вот эти создавались аватара, да? Да. А то, что доступно восприятию нынешних материалистических ученых, это только то, что находится на пересечении двух линий в самом центре плоскости. Ну, там находятся тоже какие-то галактики, да? Они Вселенную всю не охватывают, ученые. Ну, они вот охватывают то, что находится в пересечении. В пересечении, да. То есть, они это считают Вселенной, да? Да. А на самом деле Вселенная... Ну, как бы, смотри, вот они тоже, они не говорят, что больше кроме этого ничего нет. Но они это только изучили. Да. Они в этом отношении правы, и не стоит их критиковать, не стоит их как-то это самое. Наоборот, я всегда рад самым новым научным открытиям. Они очень хорошо стыкуются с физическими знаниями. Потому что, к примеру, ведические знания, они настолько синхронизированы, где социальные какие-то аспекты, аспекты построения государства, аспекты построения взаимоотношений в этом государстве и даже аспекты построения семьи, они завязаны на понимании устройства Солнечной системы. Они завязаны на понимании устройства галактики, на понимании устройства атомов. И все это... Все это связано и пронизано. Все это лишь частное проявление одной и той же идеи. В центре всегда Всевышний Рак, или тот или иной его представитель. Вокруг него на своих орбитах служения находятся те или иные следующие живые существа, или те или иные, скажем, частично государственные образования. Как в Киевской Руси был ряд княжеств, которые входили в эту Русь, и в центре столицы князь, который является представителем, ну, должен был, по крайней мере, и до Владимира являлся представителем воли Всевышнего, и вокруг, соответственно, уже следующее образование, как планеты в Солнечной системе. И, собственно, так строились и империи, так строились и дома. Во многих старинных зданиях есть очень много знаний о триединстве мироздания, о геоцентричной структуре мироздания, о реинкарнации с помощью орнамента Трипольского. Это символизируется. Очень много чего есть. То есть много знаний, граней... Да-да-да-да-да, всё вот это, то, что сейчас только иногда теория струн. Ведок, допустим, давно плоскость, пространство плоскости сварги сравнивалось с тканью. И в какой-то степени сама вот эта сварга сравнивалась с вышитым рушняком. Ну, то есть, ткань там, например, вот как плоскость стола, да? Например, там четырёхугольная или... Да-да-да-да, четырёхугольная. Вот, соответственно, на рушняках вышивали знаки, соответствующие сваргочетверцам, богам в этих сваргочетверцах и много чего другого. Ведическое знание, оно не так, как христиане, допустим, что... У христиан даже нет своей вышивки, по сути дела. Они присобачились к нашей вышивке. Они, элементы нашей традиции знания о мировом яйце, и как вот эти пысомки, они приделали к Иисусу. Вот все наши элементы, они приделали к своей мифологии. На свой лад. Но у нас это всё настолько синхронизировано, что оно находится в нераздельном единстве. Мировое яйцо, которое изготовлялось, допустим, из дерева, из глины, из камня, это, ну, символ мирового яйца. Это не просто... Вот у христиан это что? Максимум, что они спромоглись придумать, это то, что типа вот когда Иисус, значит, висел на кресте, Мария Магдалина подошла, поднесла яйца, на них упала кровь, и вот как бы... Ну, бред какой-то. Да. Больше того, археологически давно доказано, что подобие мирового яйца, подобие пысомок существовали на нашей территории задолго до христианства. Это что, они хотят сказать, что наши предки в будущее смотрели, что когда-то с Иисуса упадёт на яйцо кровь, или что? Нет, ну это глупость. Конечно, глупость. Подожди, мировое яйцо, это вот это самое есть, да, Вселенная? Да, да. Дальше, вот те же самые обелиски, это тоже знания мирозданий. И обелиски как раз характерны ведической традицией, характерны Египту, Шумерам, Индии, Древней Руси и так далее. Ну, везде они были. Устройство храмов, устройство башен, вот так называемый Big Ben в Англии есть, с часами. Ну, ну, есть эти. По сути дела, вот такая башня, подобное устройство башни, где особенно ещё часы стоят, это также в каком-то смысле символ сварги, символ Аллатара, в котором находится сварга, в которой уже течёт время. Это всё постепенно идёт с древних времён. Это всё находится в образно-смысловом единстве, где знание, ведическое знание о мироздании и пути духовного развития передавалось через обряды, когда вот должны одни с одной стороны идти, другие с другой. И всё это повторяет какие-то вселенские параметры или движения в Солнечной системе или ещё как-то. Проявлялось через обряды, через ритуалы, через такое. Проявлялось через знаки, символы, орнаменты, через архитектуру. Проявлялось через устройства социальных структур. Проявлялось через священную символику. Проявлялось через разнообразные гимны, тексты, где-то конкретно было описано. Даже через сказки, даже через всё. Ведическая традиция, она предназначена куда только не угодно, но везде запхать проекции знания для того, чтобы если хоть что-то выживет, потом можно было реконструировать. То есть во множестве этих проявлений всегда одна суть этих знаний. Да. Подожди, ну вот создали они вот этот, я хочу вернуться к Тифану и Тифанине, когда они создали этот стоп. Они ничего не создавали, они создали только прото-материальные и материальные образования, из которых устроен материальный космос. Хорошо, устроили. Потом в конце-то что получилось? Получились галактики, галактические образования. Галактики, они в одной плоскости находятся? Да. То есть одна плоскость и тут множество разных галактик. Ну нет, они находятся в этой плоскости. Но есть галактики, которые, вот если представить, что они все лежат как на столе там, то не совсем так. Одни тогда будут у нас как бы в самом столе лежать уже, а другие висеть чуть в воздухе над плоскостью стола. Да, то есть плоскость? Потому что плоскость вот эта, вот это пространство, на которое как бы это все лежит, оно есть несколько уровней этого, несколько срезов. То есть девять, некоторые говорят, это про это вот? Да, 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 да. Ага. И вот одни галактики лежат как бы на одной поверхности, другие на следующей, третьи на следующей. Ну, слоеный пирог можно... Да, вот этот слоеный пирог. И вот этот слоеный пирог дает нам такую прекрасную штуку, как гравитация. Гравитация, это притяжение к Земле, что ли? Это притяжение в общем, не только к Земле. А туда они к центру, наверное, все стремятся, да? Они... Вот если мы представляем эти поверхности в виде натянутой поверхности надувного матраца. На этот матрас мы ложим, соответственно, допустим, арбуз. Угу. Он прогинается и вот это... Да. А возле арбуза мы ложим, допустим, черешни. Так. И, конечно же, они не будут там, где мы их положим, они будут стремиться к той вогнутости, которая сделана арбузом. Ну да. Но при этом, если они будут с вешеной скоростью двигаться по своей орбите, вокруг арбуза, они не упадут в гравитационный колодец, а останутся на своей орбите. Ну так. Вот как бы так и существует Солнечная система. И Солнечная система существует так же, да? Ну да. Да. Потому что тут тоже вот есть ткань реальности, которая прогибается. Ткань реальности, которая прогибается. А что входит в эту ткань реальности? Ткань реальности создана Нуаном, Богом пространства космического. Это вот пространство, это все, что заполнено в этом яйце? Да. Нет, не в яйце, а сварге. В сварге. В перекрестке сварги. В перекрестке сварги. Да. А то есть, а вот сварга же это обелиск, да? Сварга это то, что, ну да, между пирамидой и четырехгранной колонной этого обелиска. А, ну плоскость вот эта черепольная сварга. Ну да, да, да. А за этой сваргой там уже не Нуан. Там другое. Там другое. Да. Так, то есть, Вселенная это яйцо, а галактики это вот маленькие, ну уже посредине сварги созданы. Да, да. И таких яиц было множество, да, вот Вселенная? И есть множество. И есть множество. И, 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 и. Это мы только говорим о одном фотоне. А поскольку таких условных фотонов множество, то там и яйца всего этого тоже множество множественных множеств. Да. Из одного, из такого же яйца, те же бровиды прилетели к нашему, в наше яйцо, да? Именно так. Хотя вот, есть информация по ним? Есть, 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 есть. Вот. Такие справа. Ну, хорошо. Там множество богов, все это там как создавалось и до земли, как это все потом получилось. Хорошо. Ну, вроде, да. Осознать и как бы вот принять что-то. Как-то так. Что дальше? Очень хорошо. Дальше. Или ближе, не знаю. Как получится, наверное. То есть, Вселенная, Вселенная, Вселенная же существует, наверное, больше, чем наша Солнечная система, чем Галактика. Естественно. То есть, там свои числовые порядки идут? Миллиарды, миллиарды в лет. И она, вот эта Вселенная, она тоже будет уничтожаться, перерождаться как-то в новую, да? Все, что материально, оно периодически уничтожается. Все, что создано, рано или поздно будет уничтожено. То есть, ну, перерождаться, это значит яйцо, вот это оно переродится. Ну, когда-то, да. Когда-то, да. Так же, как и все Галактики, и все системы Солнечные там, или как? Это Солнечная, это же не Галактика. Нет. Ну, я снова советую еще, возможно, посмотреть современные фильмы о устройстве Галактики, устройстве Солнечной системы. Потому что, вот, ну, снова же, я могу сейчас начать рисовать, даже здесь есть фломастеры, там есть доска. Но вопрос, зачем? Если есть об этом фильме в интернете, сделанное современными учеными, не скажу, что они идеально соответствуют ведам, но относительно соответствуют. И уж точно они лучше соответствуют ведам, чем христианская концепция, где звезды это точечки на небесной тверде и на троне сверху сидит Яговка, растит у себя за пазухой змей и периодически кидает на народ, который изберет для этого. Ну, если бы этого Яговы не было, наверное, как-то вжилось в эту Калиюгу, ну, или, как сказать, полегче, наверное, дальше? Ну, да. В прошлых же, например, его не было, там, может быть, были какие-то другие ситуации. Ну, в прошлых было полегче, да. Уровень деградации в прошлой Калиюге был приблизительно таким, как, допустим, уровень деградации при том же самом Игоре в Киевской Руси. То есть деградация, но еще жить можно относительно. Ага. Кстати, вот, когда Игоря убили, потом Ольга пришла отомстить этим высокорост, да? В Искростан, да. В Искростан. Она спалила его за счет голубей, но люди же не сгорели, сгорел город. Ну, почему? Она спалила не только, там много чего было сделано, и она сожгла, и многих людей сожгла. Но многие же все равно сохранились люди, да? Она вырезала тех, кто убежали из города. А, то есть она просто их уничтожала даже? Ну да. Я думал... Ну хорошо, как ты представляешь себе этот город? Ты представляешь его в виде чего? Не, ну, огороженный город, где жили внутри... Да, где жило очень много людей. Да. Где во время пожара они просто, в принципе, в теории не могли бы все спастись. Ну все, да, но часть какая-то... Кроме того, город был огорожен, это значит, что не могли с него бежать на все возможные стороны. Был ряд выходов, а именно четыре выхода... Ну а подземные коммуникации какие-то? Ну, снова, я же не говорю, что все. Вот те, кто подземные, те, кто... Даже некоторые другие выжили, конечно же. Но это не в порядке того, что, как бы, большая часть выжила. Это в порядке очень таких мизерных исключений из того, что выжила. Поэтому, по большому счету, даже если сейчас вот Одессу ядерной бомбой накрыть, кто-то где-то в катакомбах там, возможно, выживет. Но это будет настолько мизерное число, что, по большому счету, будет смысл даже о них не упоминать при общем рассказе, а будет смысл говорить, что вот все население было уничтожено. Ну вот она же, как бы, их сразу начала под себя, как сказать, чтобы они и пропогнулись или как-то... Да, да, именно. То есть там в латье сначала их принесли, часть делегации, и потом закопали в землю, да? Там много разных пакостей она наделала и... А смысл ее пакостей? Я вот не пойму. Она что, хотела просто отомстить за Игоря или как? Для начала, да. Так она вот первых там, ладно, закопала. Это разве не отомстила? Потом еще она какую-то делегацию... Нет, ну, во-первых, Ольга, она была низкого происхождения и вопреки воле Рахманова она стала женой Игоря. Как это низкого? И Олег же дал Игорю, по-моему, вот свою... Правильно, но Олег не был Рюриковичем, Олег был военачальником Рюриковича. Он свою какую-то родню дал Ольге? То есть там по теории то ли сестру, то ли племянницу или что-то такого. Ну разве это низкое происхождение? Относительно да. То есть не имелось в виду, что это был священнослужитель? Нет, смотри, я не имею в виду, что он вообще... Она была вообще там, скажем, какое-нибудь совсем уже низкое происхождение. Но не со стороны, как там Хазарка или еще кто-то... Это уже была Маука, это чуть позже уже было. Это у Владимира, который... Да, ну даже это мама Владимира. Да, слава... Не трогай им, не трогай им. Для начала, у Рюрика и дальше у Игоря должны были быть жены равные им. У Рюрика была равная ему жена, которую убили христиане. Подожди, а как они ее убили? Он же уже вот здесь на Руси был. И если он ее взял там с Искрастана и она была праведная, да? Это про нее или нет? Я говорю о первой жене Рюрика. А, о первой жене еще когда он у себя был. Еще когда он был на территории Германии. Ага. Там и его духовного учителя, и многих родных его убили. А отца ты говорил, по-моему? Ну, многих родных там, не только отца. Ну, фактически всех там местных славян уничтожали или они мечевали со временем. Там жесткая была, да? Да, 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 да. И, вот, уже когда все было здесь, у Рюрика была соответствующая жена. Но Рюрик умер раньше, чем Игорь достиг права править и права получить какую-нибудь достойную женщину. Он же умер не в бою, а его отравили или нет? Ну, все равно он умер раньше срока. И регентом, временным правителем, стал князь Олег. Олег, да. Который исполнял волю Рюрика. Все это был план Рюрика. По сути дела, Олег был продолжением воли Рюрика. И поэтому его и почитали так же само, как Рюрика. И к нему относились, ну, как к проявлению воли Рюрика в каком-то смысле. Угу. Потому что он творил не от себя тяну, а творил то, что запланировал Рюрик, то есть объединение Руси. Угу. И именно такая столица должна быть, именно, ну, много чего должна быть. Угу. Однако, или не получилось, или как, или что, или у него в действительности амбиции какие-то вырезали не с того места. И вот вместо того, чтобы найти достойную жену, он дал свою какую-то... Ага. Родственницу. Ну и свою родину. Да, 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 да. Больше всего тогда амбиции получается? Ну, там снова амбиции, лень или совокупность этого всего, черт его знает уже. Поэтому она не была из великокняжеского какого-нибудь рода. Угу. Угу. Все-таки тут не простой воевода Игорь. Игорь император Руси. И не должна была быть жена из какого-нибудь древнего рода великих правителей, восходящих к той же солнечно-огненной династии, только к какому-нибудь другому витку этой династии. Ну почему же сам Игорь тогда так, как сказать, был ущербным, что ли, как это сказать? То есть пошел в тот же Искростан второй раз, да, просить? Ну да, он несколько был ущербным, во-первых, потому что его воспитывал Олег, а не Рюрик. Ну были же священнослужители, а не Рюрик. Почему? Он уже вроде бы был. Ну за дуру, почему? Потому что Рюрик уже умер и все. То есть власть другая пришла, другая стала. Да. Но в политическом смысле Олег исполнял волю Рюрика. Угу. Поэтому никто его не изгонял, никто там ничего не делал. А вот уже в каких-то таких мелких вопросах он начал отклоняться от священной воли Рюрика, и поэтому началась всякая хрень. Угу. Потому что если бы он и отдал бы Игоря в тот же Искростан на воспитание Рахманом, или оттуда бы позвал Рахманов, то, ну, Игорь не стал бы ни дань дважды брать, ни сжигать, тем более не дал бы никому. Ну, даже призраком пришел бы к Ольге и задавил бы ее, если бы он почитал этот город как священный, если бы он там учился, если бы оттуда бы происходило его учителя и так дальше. Ну, почему же тогда те же Рахманы как бы остались не отреагать? Что они должны были четвертовать Олега или как? Не четвертовать, но прийти к нему и сказать, что пришла пара. Он говорил, что нет, что он будет учиться. Он сам разберется, вы не лезьте сюда? Вот так. Он проявление воли Рюрика. Я тут самый главный, вы не лезьте, я сам разберусь. Так и получилось, да? Ну, Рюрика дал ему свой меч, дал ему свой шлем, написал завещание там, что это проявление в какой-то степени его идей. Правда, он дал критерий, что все-таки главным в государстве должен быть там другой князь, но тот князь тоже умер. По идее, Рюрик хотел сделать, чтобы Олег шел расширять, и он был бы главным по расширению, а главным по сохранению и опекуном Игоря был бы один из сыновей, фактически из племянников Рюрика, один из сыновей Синеуса. Но они в битве погибли и не получилось. Получилось куча всяких населений. Потому что Рюрик считал, что Олег будет идеальным воином, но не идеальным великим князем. Вот воин-захватчик это все по воле Рюрика, а правитель это уже от себя цена. Так, а у Игоря же Святослав родился? Да. И он уже был праведный и там все хорошо. Потому что как раз получилось, что отец им не особо занимался и получилось, что все-таки Рахман мог его учить. И Рахман выучил достойнейшего князя, который уничтожил Хазарию, завоевал три Болгарии, поставил на колени Византию и так далее. Но все равно у него родился Владимир. Потому что как-то к нему попала одна зверюха странного происхождения. Ну, это же не все просто так, наверное, получилось? Ну, ничего не бывает просто так. Однако у Святослава были и законные сыновья, тот же самый Ярополк, от которого произошел Скалополк, Скалослав, Скаломент, в конце концов. И так произошел Гидимин, и так возродилась Русь в виде Великого княжества Литовского. Это в какое время Гидимин был, Литовское княжество Великое? В 14-15-е. Это где Иван Грозный был или чуть позже? Грозный был в Московии, а Великое княжество Литовское это Литва и Беларусь. Нет, я имею ввиду по времени. Около того, да. Около того. Ну, то есть, из Крастана те священнослужители, они же все равно куда-то делись? В Львов. В Львов. В Львов. Все, кто выжили, да. То есть, потом все это туда переместилось, в Львов, да? Да. Так, это с 10-го примерно на 9-й. Ну, с 10-го по 12-й еще там перемещались по разным городам. И только уже в 12-ом, 13-ом установились в Левгороде, как за основу взяв его. А Львов уже тогда был и как город считался, да? Ну да. Там еще был один очень древний город на его месте. Потом, как перерождение его случилось при Даниле Галицком, после одного из сожжений, Данил Галицкий отстроил часть города. И, соответственно, посвятил эту часть города своему сыну, которого тоже назвал Львом. И, как бы, вот для своего сына он создал, как бы, столицу, с которой тот должен был правиться. А на месте Искрастана там что, ничего не осталось? Ну, получилось как? Вот рахманская традиция, она сохранялась в Галатско-Волынском княжестве. Киев и вокруг Киева постоянно там уже христиане прыгали. Искрастан, получается, между. Искрастан часто становился вот полем битвы, когда христиане из Киева лезли к Львову. И оттуда выходило войско и говорило, не лезьте к нам нечистые. Искрастан географически находился между Киевом и Львовом, да? Житомир. Житомир. Сегодняшний Житомир. Ну, не сегодняшний, а вокруг Житомир, скажем так. То есть, там сейчас ни города, ни деревни, ничего нету, да, никаких построенных? Ну, что-то есть, но, по крайней мере, не то уже совсем. Не то. Ясно, хорошо. А вот ты говорил про этого Богдана Хмельницкого, что он что-то там какой-то неправедный. В полностью неправедный. А расскажи, пожалуйста, про него. А что про него рассказать? Ну, откуда он родился, почему он стал неправедным, и что он сделал неправедным? Расскажи мне, почему Гитлер стал неправедным. Да. Гитлер? Ну, хотя бы то, что есть в рахманской традиции. А как бы вот, если я задам вопрос, расскажи, пожалуйста, что есть в официальных источниках, почему Гитлер стал неправедным? Вот что я получу в ответ? А что надо получить в ответ? Не знаю. Я не представляю, как на такой вопрос можно ответить. Ну, ты считаешь, что он сделал не так вот в Хмельницке? Хорошо. Аналогично подойдем к Гитлеру. Что Гитлер сделал не так? Ну, Гитлер напал на Россию. Не только. Именно Россию Гитлер перекорежил всю Европу. Гитлер устроил в своей же стране террор, уничтожая целые толпы населения тех же самых немцев, кроме евреев, кстати. Ну, и евреев, но он много всех уничтожал, не только далеко евреев. И как можно сказать, что он одно сделал неправильно? А откуда я знаю, как он шел к власти, сколько он там преступлений сделал? А откуда я знаю, может, он еще перед тем, как пришел к власти, ходил и щенков давил по ночам? Это все может быть, но какие-то основные моменты, если они известны. Ну, основное, это его диктаторская вредоносная деятельность, нападение на Польшу, нападение на соседние страны и нападение, в конце концов, и на Советский Союз. Если мы берем товарища Хмельницкого, то там это предательство, государственная измена. Потому что Гетьман – это не президент, это не князь. Гетьман – это военный начальник. Вот когда-то ты смотрел «Звездные войны»? Да. Там Таркиен, персонаж вот тот, который разбомбил Альдеран. Гранд Мофф Таркиен. Нет, по аналогии, я там его детально не помню. Так, чисто картинка Макита. Но он был предварительным. То есть он… Ладно, на свалку его. Я просто хотел привести как пример. Ну, можно тогда представить, что какой-нибудь адмирал какой-то армии решил бы создать свое государство. Это неправильно же. Ну да. Гетьман – это как адмирал, можно сказать. Военный начальник. Да. В Великом княжестве Литовском, которое позднее воссоединилось с Польшей и стало называться Рожащий Посполитой, Гетьман – это крупный военный начальник. Угу. Крупный военный начальник, который имел и какие-то административные возможности, какое-то административное влияние, однако, по сути дела, это военный начальник с расширенными функциями. Угу. 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 Тем более, в это время там военная, да, ему дается, наверное, больше полномочий, чем… Да, 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 да. Однако, в Речи Посполитой гетьманов была куча. Вот он был гетьманом Запорожским. Угу. Был гетьман, который занимался другими частями, к примеру, западной Украины, там ряд был гетьманов. Угу. Были гетьманы, которые занимались Киевом, которые занимались теми или иными частями Белоруссии. Угу. В Литве был ряд гетьманов, в Польше при Короле. Были свои гетьманы, которые в случае чего должны были идти со своими войсками. Вот как было войско Запорожское, ну вот так и гетьман при этом войске. А войск ещё было много. Множество территорий, где каждый был свой гетьман. И это один из гетьманов, который сбунтовался, который осуществил государственную измену. И стал сепаратистом. Он отколол от Великой Рыжечь Посполитой значительный кусок. И по сути дела он возможно и не хотел быть просто сепаратистом и госизменником. Возможно он даже хотел устроить государственный переворот. Просто у него не получилось. Потому что он постоянно ещё лез на Запад. Он атаковал Львов, он даже пытался атаковать Варшаву. И по большому счёту, если бы у него был какой-то успешный союз, к примеру, с Россией или с Турцией, то он вполне мог бы дойти и захватить всю Рыжечь Посполитую. Единственное, что ни России, ни Турции не было выгодно, чтобы он захватил, потому что, ну что, просто поменяется, пройдёт гражданская война и поменяется вооружащая Посполитая власть. То есть это невыгодно, выгодней, чтобы он как раз оставался на своём куске и оторвал этот кусок от единого целого. Таким путём возникла гетьманщина. Ну, это как если бы кусок современной Украины или кусок современной России захватил бы какой-нибудь адмирал, и потом его государство назвали бы адмиральщиной. Ну, типа Одесса, вот стал бы одесский там какой-то... Не просто. Это вот если бы именно какой-нибудь адмирал, к примеру, Одессу захватил бы и ряд окружающих территорий назвал бы это адмиральщиной. Государство-адмиральщина. Вот так и гетьманщина. Всё понятно. То есть это госизменник, предатель, сепаратист, алкоголик. Ну, и просто самодур. Подожди, алкоголик уже в то время как бы ещё не сильно вроде выпивали-то. Он уже выпивал. Он уже выпивал, да? Да. Просто по книге там вот у меня что осталось про этого. То, что там у него было два сына, и сын предал типа его и всё. Чего и всё. Сын его был придурком. Сын его не смог взять руководство, потому что он хотел своему сыну Юрию Хмельницкому передать управление в этой гетьманщине. А он был настолько придурочным аутистом, что это была бы насмешка. Поэтому, собственно, и под Россию дальше Украина пошла, потому что тут не знали под кого им идти. Он уже как бы с Россией союз-то заключил, с одной стороны. А с другой стороны, если бы, например, его сын был мощным таким же, как он, то вся казацкая верхушка была бы за него. И они бы знали вокруг кого, кто есть солнцем этой системы, образно говоря. А так пришёл российский военачальник, там, вы вообще кто, где ваш начальник? А они такие, ну, это так, это так. Ну и, короче, их постепенно начали прессовать. Мазепа именно возродил, как независимую некую государственность. Он часто даже называл в Украине Сарматией, в дань древнему названию. Мазепа, он вышел из этого, да? Мазепа был через некоторое время после Хмельницкого. Уже когда, во времена Петра Первого он уже был. Прошли уже десятилетия с тех пор, как Украина была вместе с Россией. Ну, по крайней мере, эта часть Украины была вместе с Россией. Другая часть ещё оставалась в составе Священной Ржечь Посполитой. И он занимался воссоединением украинских территорий. Он имел ряд отношений и с Польшей, и с Швецией. И был план возродить Украину в неком полунезависимом состоянии, или даже в составе Ржечь Посполитой. И он занимался просветительской деятельностью, занимался тем, как раз, чтобы люди были образованными, осознанными. Его главный помощник, Пилипп Орлок, тот, кто написал Конституцию, которая стала потом основанием для французской Конституции. Но это общеизвестный факт. Первая в Европе Конституция – это Конституция Пилипа Орлока. Такие дела. Хорошо. Да по-всякому. По-всякому. Может, на сегодня как-то будем закругляться, или как? Ну, несколько нерационально, получается, мы используем время. Как нам это более урационализировать? Урационализировать – это что, если мы встречаемся, то, возможно, реже встречаться, но… Подольше времени? Ну, да. Да, скольки у нас есть время? Время ещё есть. Время ещё есть. Хорошо. Есть ли вопросы? Хорошо. Вопросы. Ну, да. Ну, вот это как бы исторический вопрос, он же в контексте нормальный. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Хорошо. А, ум… Да, вот про «Скипер-зверя» тоже не совсем понятно. А что с нами? Откуда он взялся и почему. Он стал его, там, богиня, была не согласна, что его с Анатолием убили её и попросила его уже с Перуном, как бы, как бы отомстить, там, какая-то миссия. Можно и так сказать. Какая-то миссия. А скиперовичи жили тогда на земле, это же, как бы, там, змеи или… Рептилоиды. 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 А, динозавры, скажем так. Что значит «антропомощные»? Я не знаю. Человекообразные динозавры. Или динозаврообразные люди, можно так сказать. А, вот так. А если не люди подобные, то тогда это рептилоиды, да? Ну, рептилоиды, дословно это слово означает «человекообразные рептилии» или «рептилообразные люди». А драконы или змеи это… Ну, тогда вообще изначально на земле не планировалось создавать рептилообразные формы жизни. А планировалось запустить микроорганизмы, растения и животные теплокровного характера и человечества. Вот такое вот. Потому что уже люди некоторые были сохранены в ковчегах там еще. Ага. С прошлого земли. Поэтому поскорее нужно было процессы запустить и пойти дальше. А тут, получается, из-за своего гнева на Перуна, Амат Накарванжур, во-первых, своим прямым потомкам завещала творить всяких страшных рептилий. Дальше также она Скиперзверью предложила. И Скиперзверь тоже взял и вместо того, чтобы заниматься волкообразными, по идее, Скиперзверь должен был создать волков или нечто типа собак. Ну, уже кто-то создал. Ну, потом. Ну, потом. Не важно. Я говорю за тогда. Угу. Вот если по первичному плану, если бы не Амат Накарванжур, то у него были бы волка с собачьей формой жизни всякие. Так. Однако, из-за Амат Накарванжур он натворил кучу динозавров. Всяко разных динозавров. Это как больше пригодных к войне или просто так? Всяких, всяких динозавров. Куча разных динозавров. Которые вытесняли теплокровных из травоядной вещи. А они раньше не были теплокровные динозавры? Динозавры хладнокровные все. Все хладнокровные? Как были эти самые? Динозавры это те же рептилии, только как бы большие. Только большие. У них как кровь другая или как это? Ну, вот я буду сейчас с динозавров разбираться. Есть в интернете, есть книги, есть там даже в музеях их кости и что. Я буду все это пересказывать, то что можно и так изучить. Зачем? Я лучше перескажу то, что в интернете не найти. Это как раз то, что тогда кроме всех вот этих форм жизни, которые вытесняли теплокровных из других ниш, была еще форма жизни, которая должна была вытеснять людей и как бы быть рептилоидным аналогом людей. Это скиприда и скипировачи. То есть они были похожи на людей, да? Ну, это как бы скажем даже люди, только не теплокровного, а рептилоидного варианта. Вот как есть лавоглавачи, это тоже по сути дела те же люди, только кошачьего варианта. Ну, то есть голова у них и прямоходячий, наверное, да? Ну да, естественно прямоходячий, естественно в голове развитый мозг. Нет, я имею ввиду голова как у лба, что похожее. Ну, относительно. У человека можно сказать голова как у обезьяны. Угу, угу, угу. Может они там нас называют обезьяноглавачи какими-нибудь. Ну ладно, а там были значит... А это, да, шкура чешуйчистая такая, роговые наросты с возрастом растут на плечах, на голове, там на других частях тела. Ну так же две руки, две ноги, там хвост был, не было никак. Ну, у некоторых скипировачи, у скипридов не было хвоста. И они яйцами, да, рождали? Яйцекладные и человекоядные. То есть в яйцах, там сколько было? Одно яйцо или там можно было, как у черепахи, множество? Если мы говорим за скипировичей, то там до 100 яиц. Если мы говорим о скипридах, то одно, два, три и около того как-то. Скиприды и скипировичи это человекообразные и... Да, но скиприды это как высшая каста, можно сказать их как аналог дровидам, противовес дровидам, скажем так. Или даже противовес аревичам, которые жили на острове Вести и которые были тоже более развиты, чем стандартные аревичи. А скипировичи это противовес аревичам, противовес чернобожичам. Достаточно они такие не особо были развиты. Масса наверное какая-то основная. Да, воинская, вот такая производственная масса, скажем так. Ну как-то так. Ну то есть и вот запустил вот эту вот скипиев и скипировичи, да? И они стали вытеснять аревичи, да? Не просто вытеснять, они стали их иногда даже просто есть. Ну это уже как функция их, но если они это едят, или заложено у них это. Да. Людям-то это конечно непонятно, это дико наверное. Ну а если у них такие функции, ну что заложили, то получили. Ну да. И потом, то есть Перун бился с этими скипировичами их? Бился долго и нудно, и не только Перун, множество богов, множество князей билось с этой всей. Ну как понимаешь, вот есть аревичи, есть у них князья, есть у них священнослужители. Тут прилазят значит скипировичи со скипридами и начинают жрать их. Что значит прилазят? Разве они не на земле родились? Ну на земле, но все равно, это же как бы не в одном селе они жили все. Ну да, не в одном селе. Ну там в районе Африки, ну в другой континент, не важно. По сути дела, это территория, ну скажем, нынешних Америк, отчасти Евразии, даже отчасти Африки. Но нужно понимать, что у аревичей на протяжении миллиона летий точкой восстановления была рота гиперборея. И вот как какая калиюга, как какая деградация, как всякая вот эта штука, они значит число населения со временем сокращалось. Допустим, могли какие-то животные от аревичей произойти, если основная масса аревичей деградировала настолько. Или могли вымереть, если настолько деградировали, или еще как-то так. И так или иначе, вот основная масса вымирала или куда-то отзевалась, из гипербореи шло новое расселение. То есть осознанные там сохранялись, да? Да, да, да. И вот, при очередном таком расселении уже заметили, что тут как бы еще кто-то живет. А в один прекрасный момент вот эти еще кто-то пришли и сказали, что наши предки очень вкусные для них. Да. Поблагодарили и сказали, что хотят добавки. Мы хотим вас кушать. И тут началась война, образно говоря. Это примерно время... Это около 64-65 миллионов лет назад. То есть там они примерно миллион лет воевали в протяженности этого? Долго, даже больше. Потому что конфликт Перуна с Амат, он десятками миллионов лет тянулся. Ничего себе. Да. И вот, финалом было то, что Всевышнему пришлось все это заканчивать посредством астероида. Астероида? Да. То есть поток устроил Землю? Астероид – это огромные метеориты. Метеориты в вашей, но что потом привело к... Ну что потом? Ты понимаешь, как это происходит? Да. Раскальённая каменюка врезается в землю. Да. Вверх вздымается куча пепла, куча пыли. Эта пыль начинает дождём огненным сыпаться на окружающую среду. То есть, вот арэвачи, которые находились в разных городах, накрытых куполами, выжили. Угу. Вокруг всё дохло, почти всё дохло. Угу. Тепло кровно и хладно, все дохли. Всё почистилось. Да. Так. То есть... И тогда и Перун перестал быть богом атмосферы. То есть это Перун скинул, как бы, это самое? Нет, это по воле Ра. По воле Ра. По воле Ра. И богом атмосферы стал стрибок. А почему поменялся? Почему Перун ушёл с этой должности атмосфера? Ну, долгая история. Властителя. Ясно. Так, то есть... И есть об этом ответ в видеозаписях по Ярилоновому дню. То есть этим скипировичи и скиприды, как бы, закончили своё существование на Земле? Не все. Потому что они, как и арэвачи, занимались колонизацией окружающего космоса. И на Земле они уже возникли. А вот те колонисты, которые жили, соответственно, на Марсе и на Венере, их к себе не пустили. Потому что тут все знают, что это за зараза, которая жрёт нас, извиняюсь. А там зачем? Не надо. Поэтому они пошли колонизировать другие спутники чуть подальше. И потом, в других случаях, они расселились даже во многие отдалённые Солнечные системы. И они, как и наги, имеют, в принципе, своё галактическое государство. То есть есть у них своя галактика? Нет, в галактике есть своё место. А в галактике они нашли себе какое-то место? Ряд планет, где они обитают. Живут и обитают. Да. Они имели союзы с нагами, они имели потом союзы с живозакованными, они имели союзы с империей князя Тьмы и с многими другими государствами. И воевали, и много чего другого было. Но с Кипридой и с Киперовичей они в истории известны ещё долго. Ну и сейчас, наверное, есть просто... Ну, сто процентов живо-здорово. То есть где-то там далеко есть? Ну, если куча планет, не могли же им все вымерить. Угу. Угу. Понятно. То есть Перун, там же прям у него битва была, там какая-то финальная? Или как сказать со Скипером? Было. Это у них там какой-то тоже был, типа Перуна, наверное, по мощности тоже не слабенький. Скипер? От Скиперовича. Скиперы есть, да? Ну да, сам Скипер. Он тоже как божественное существо было? Божественный Бог всех рептилоидов на Земле. И он его победил или просто как-то отстоял свою... Ну, по сути дела, в таком плане война с Кипперей и Перуна могла быть вечная. Потому что у Скиперя были благословения Амат Накарванджур, у Скиперя были другие благословения. Скипер был очень мощным и Перуну даже было его тяжело побеждать каждый раз. И больше того, им никто не запрещал пользоваться реинкарнацией. Таким путем, по большому счету, Перуна мог убивать Скиперя. И Скипер мог брать тело ближайшего соседнего рептилоида и через него продолжать битву. И наоборот, идти где-нибудь рождаться со всеми нужными ему параметрами и оттуда через лет двадцать вернуться к битве. И это продолжалось множество и как-то... И закончилось только, когда закончились существования его детей на земле. Что некуда стало воплощаться и, наверное, закрыли для приема... Некуда, с одной стороны, стало воплощаться, потому что если он воплотится в виде крокодила, то Перуну не будет сложно его прибить. Перуну, кстати, пару раз его убивал путем того, что он этого крокодила брал и разрывал его пасть просто. Как бы так. То есть это было как бы... все происходило на земле, так правило? То есть воплощался он в тело Оревича, Перуну тот же, да? Да. Князя какого-то или еще кого-то. А этот воплотился там в крокодила или в своего Скипера? Ну, сначала в Скипера, а потом уже, когда не было в ком, он пару раз в крокодиле и Перун снова воплощался, снова его прибивал. И так эта эпопея закончилась? Да. Ну, хорошо. Воистину хорошо. Нет, ну конечно же они могут притащиться и попытаться нам отомстить. И, конечно же, вот эта вся обредятельно относительно рептилоидов в какой-то степени это порождение массового бессознательного подсознания, в котором есть эти ужасы, которые они творили. И чем пользуются современные товарищи, когда вместо реальных врагов, таких как алкоголь, как нежелание помнить, нежелание служить, нежелание осознавать, нежелание превозмогать свои привязанности и так далее. Вместо вот этих реальных врагов даются вымышленные рептилоиды. И, типа, каждый должен соседнего проверять, а нету ли где-нибудь рептилоидов тут. Ну, отвлекается мыслью людей на более такие фантастические вещи, наверное, чем... Вот это и не надо, надо другое. Хорошо. То есть, можно еще по войне богов пойти, или как со временем? Ну, можно попытаться. То есть, война богов началась с того, что Дива родила от стрибога Псекларова, да? Да, Анубиса. Анубиса. То есть, в то время еще... это три с половиной тысячи лет, да, было назад? Ой, не три, пять где-то, да? Около семи. Около семи. То есть, там были какие-то войны и... Никакие-то войны. Восстали чернобожичи. И Велес пошел воевать в Африку. То есть, было все тихо, потом восстали чернобожичи, и Велес пошел выполнять свои функции, их успокаивать. Верховным правителем был стрибог, и Велес был как правая рука его по сути дела. То есть, он пошел... Первый министр. Туда, и тут случилось так, что Дива там... А жена стрибога была в Европе, занималась некоторыми восстановлением храмов, восстановлением городов и так дальше. И, ну, то есть... Дива легла со стрибогом. Угу. Получился Анубис. Да. И потом, вот, у них получилось непонятки, что он... Вей не понял, что... Вей не совсем понял, как и что получилось. Он спросил у него, говорит, ты там ложился? Стрибог говорит, нет, я не ложился. Ну да. А к нему Дива пришла и говорит, что я... Ну, а Дива, она приняла подобие Славуни, поэтому стрибоги не знала бы. Да. То есть, она не рассказала всё своему мужу, как было. Возможно, она не помнила это, да? Но, возможно, и... Чёрт его знает. Наверное, помнила всё-таки. Ну, то есть, она не до конца рассказала? Не до конца рассказала, да. А тот понял по-своему. А Велес вместо того, чтобы качественнее пообщался со стрибогом... Досканал, чтобы разобрался основательно. И больше того, Велес тут даже проявил некоторую неверность, потому что, как бы он не относился к старшему брату, он должен был всё равно, как верховному правителю государства, относиться к нему как положено. И даже если, как брат, он мог его себе предстоять ненавидеть, то, как премьер-министр, нападать на своего президента права точно не имел. Угу. Но всё-таки глюки победили верность, и, соответственно, началась Можебожная война. То есть, они множество раз там сражались, множество раз там побеждали друг друга, это где-то две тысячи длилось. Ну, и потом уже не Стрибог воевал с Велесом, а воевал, допустим, Хорс. А, Хорс. Ну, Гор – это египетское имя, как русскоинское Хорс. Да. Хорс, Харив, по-разному. То есть, Хорс уже был рождён тогда, или он тоже постоянно рождался? Периодически рождался. Первое его рождение, в той версии, это от мёртвого тела Стрибога. Это было первое его рождение? Да. Не первое рождение вообще, а первое рождение тогда. А, в Межбожной войне? Да. Вот так. То есть, он уже был, рождался, и тогда родился при этом. Славуния зачала от мёртвого тела Стрибога, и, да, первый раз тогда родился Хорс. Хорс много раз воевал с Индрой, потом ещё другие боги воевали с Индрой. Потом у Гаракеллаша чуть-чуть свои войны были, но все эпизоды с Гаракеллашем также вписываются в Межбожную войну. И Гаракеллаш отдельным путём побеждал и Виевычей, и даже победил Индру и другой клан Диевычей. Он сам за себя что ли был сепаратистом ко всем что ли? Ну, в каком-то смысле. Во-первых, Гаракеллаш был первенцем Велеса. Ну, да, первенцем, это я слышал. Но, то есть, он должен был... Сначала просто первенцем. Сначала. А, получается, Велес отдал предпочтение Индре как законорожденному. Ну, по правилам как бы... Да, 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 да. Однако. Потом Бригоспати, учитель Индры, для того чтобы Гаракеллаш не убил Индру за преступление Индры, Бригоспати немного скрутил мозги Гаракеллашу, чтобы тот возненавидел Всевышнего и начал бороться против воли Всевышнего. И так пошли дела. Зазомбировал, по сути дела, в Бригоспати Гаракеллашу. Бригоспати, это же он тогда с Шукра-Рахманом, да? Конфликтовал, да. То есть, Шукра-Рахман тогда был воплощенный, да, и занимался... И Саагас на Полесье тогда был еще. Саагас. Тогда было вообще множество богов. Ну, да. Но богам же нужно было красочно закончить предыдущую долю и начать новую. Поэтому вот две тысячи лет шла война. Ну да, это уничтожалось по максимуму. Да. Самые лучшие, самые сильные. Целыми войсками для того, чтобы они потом могли переродиться на высших планетах. То есть, закончить здесь свой как бы путь или обычный? Целыми связками. Получается, человек привязан к родственникам, к каким-то другим. Есть куча кармических связей, которые часто не бьют выдернуть отдельную искру. А так целыми городами. Там ядерными и другими боеприпасами целые города сносились. Вот как бы им теперь ничего не мешает воплощаться где-то на высших планетах. То есть, это как бы лучше даже для них, что… Ну, для них-то да. А для цивилизации намного худше, потому что нет тех святых, которые сейчас поуничтожали бы всех мясоедов, поуничтожали бы все алкогольные заводы и установили бы диктат ведической традиции. Однако все равно остальные бы не понимали этого. И вот такая ситуация деградации, она дает возможность проявить истинные качества каждого живого существа. Кто вот добровольно хочет изучать веды, а кто хочет просто напиваться и там всякой хренью заниматься. Сейчас есть такое право. И это право, этот выбор как раз и проявляет истинное качество каждого. Не то, что государство заставит каждого изучать веды. А нет, нет заставления. Но только лучшие, осознаннейшие начинают изучать веды. Как и предписывал Всевышний. Такие справа. И таких предписаний как бы вот на все это время есть, да? Поучение Саагаста. Поучение Саагаста вот там, то что я слушал там было только про… Там очень много. Очень много. Из переведенного только там немного есть в интернете. А вообще поучений Саагаста очень много. Нет, но… Саагаст кучу предсказаний сделал. Описание как действовать в той и другой 30-й, 10-й, 105-й ситуации. Но это же нет в общем доступе, да? Нет, никак нет. Я говорю вот про общедоступную информацию, как хотя бы там в интернете или как? Ну да, 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 да. Там только то, что вы не вложите. Там немножко. А? Там немного. Совсем немножко, да, да, да. А так он расписал всю вот эту… от какого времени до какого там у него расписано? Ну, по сути дела, он дал предписание для праведных, как им следует действовать. От начала Кали-юги до того, как он придет… На всю Кали-югу прям дал? Значительной степени на всю, но есть вот получения, которые касаются именно этого этапа. Угу. Этих 7000 лет. Потому что на следующие 10 будут еще другие предписания. Да, другие предписания, да. Некоторые другие, но вот есть, которые именно на это время. Ясно. То есть как… И поэтому львовские товарищи, как говорят, вот через 80 лет там мы будем давать знания. Ну да. А пока извините. Не факт, что они еще выживут, не факт, соответственно, что… Ну так поэтому они не вылазят? Ну здесь как сказать, с одной стороны, может быть, если бы они вылезли, их бы всех перестреляли, как они боятся. Скорее всего. Не скорее всего, не факт. С другой стороны, таким путем, как сын Раяна Правеслава, как многие другие представители родов, идет отток человеческого материала из традиции. То есть они никого не пускают, в себе притока нету, да? Притока нет, а ток есть. Поэтому, так или иначе, при сильном воздействии государства, рода будут переставать существовать. Ну они будут обесточиваться. Да, да, да. Будут уходить, но все равно, как бы тут не так много осталось, там четыре поколения или сколько может быть. Ну посмотрим, посмотрим. Да, конечно, посмотрим. Живем, увидим, что угадать. Истинно так. Что-то еще или как? Все по применим чувствам. Или как? Ну можно что-то еще разобраться физически. То есть под предписанием по этим саагаст, он прям, я не понимаю, он может быть как-то изложил те духовные аспекты, по которым следует придерживаться, или он прям эти временные отрезки… Ну как, он не предписал, допустим, что вот именно я должен делать именно так и так, или именно ты, или именно там кто-то еще. Но он описал разные философские принципы подхода к разным мировоззренческим и практическим вопросам, и том, как это все совместить, и как осознанно, верно и неуклонно следовать физической традиции. То есть какую-то основную канву он дал, да? Он дал основную канву по самым важным направлениям. А временные, они там могут и не совпадать, или как-то это самое играть? Ну чего временные не совпадать? В принципе все совпадает. Ну в большей части все совпадает, да? Ну да. Понятно. Что еще? Так, 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 тут понятно, тут понятно. Как там проповедовать, то хоть какое-то количество людей, хоть что-то изучат, и хоть какая-то польза от этого возможно будет. А если вообще никак ничего не проповедовать, то совсем ничего хорошего не будет. Правда и так, даже те, которые вроде как бы и понимают, вроде как бы и это, большинство тоже или даже с собой не могут разобраться. И некоторые даже годами знают, я им рассказывал, что они едят трупятину есть. Некоторые годами это типа знают, но на практике едят трупятину. Некоторые как бы паразитически приходят, получают только знания и никаким путем даже не хотят участвовать в каком-то важном деле. Разные есть случаи, но в принципе, учитывая небольшое количество хоть относительно понимающих, выходит, что, по крайней мере, какая-то грань подтверждения понимания и проявляется в готовности человека самому как-то принимать участие в священном деле проповеди и как-то исполнять хоть какое-то служение Всевышнему, хоть в какой-то относительной мере. Допустим, если мы возьмем кришнаитам, то там буквально кому угодно могут дать задание продавать книги, то есть известно же. Да, у них такое есть как бы. Пришел, хочешь изучать, вот получай книги, иди продавать, у них это как одно из правил. Да, но они даже продавали, а сами не читали там какие-то такие случаи. Да, большинство, там вот практически все те кришнаиты, которых я знаю, или не читали, или не поняли, или забыли, или еще как-то так. И мне, ну это как с христианами, когда я начну Библию говорить, вы вообще ее... Сами то читали, да? Ну да, или если даже читали, вы хоть поняли, о чем шла речь? А вот даже, допустим, возьмем праведного Митродату. Митродата прекраснейшие стихи пишет, прекраснейшие. Сейчас есть одна семья, ну фактически можно сказать даже как две семьи, потому что изначально это было два брата, и у них были жены. Но потом одна из жен оказалась тупорылой скотиной и предала своего мужа и ушла. И фактически есть как бы вот пара муж и жена и брат, ну мужик. Они нашли в интернете некоторые мои записи, услышали, что я признаю и всячески подчеркиваю качественность смыслового наполнения в стихах Митродаты. Они стали слушать фактически как утреннюю мантру стих Митродаты. И говорят, что таким путем они поняли очень много знаний, подтверждения, которые нашли потом в моих видеозаписях. И в принципе их на понимании вот так экзаменационно я с ними общался. И я вижу, что их понимание по многим параметрам достаточно качественно, достаточно совершенно. Это там, где Митродата обращается ко Всевышнему и говорит, «Крим Тебе немае ничего, а дым тиль китых светие». Ну и так далее. Ну я не слышал по записям ее стихов. Ну есть такой стих, то есть как бы его можно найти. И вот Митродата очень осознанно сейчас и другим проповедует и все. Но когда она была в христианской религии, то получается, что даже она не могла там как-то расправить разум и как-то что-то начать понимать. И даже ей навязывалось то, что нужно, допустим, следовать каким-то христианским идеям, трактовкам общепринятым, а не пытаться понять. И вот те же самые сюжеты в Библии, которые доказывают, насколько еговка есть ничтожная скотина, ей не были осмыслены, когда она была в христианской религии. Там они, скорее всего, конечно, не будут это показывать в плохих моментах. Ну да. Поэтому есть самые разные принципы ситуаций. И те же самые кришнаиты, как и христиане, большинство из них представлений не имеют о том, к чему они даже призывают. У Прабхупады 80 книг. Для нынешнего среднестатистического зомбака все это перечитать просто нереально. Ну да. Допустим, я пересчитал его книги, и мне даже мало в каком-то смысле. Я не все из его мировоззренческих позиций понял. Но в любом случае, если бы так была возможность встретиться, пообщаться, то я был бы рад. Потому что у него много есть очень качественных пониманий. Но не в этом дело. Получается, что для какого-либо движения, для какой-либо идеологии, для чего-то такого всегда важно, чтобы это как-то распространялось. Чтобы даже непонимающие, даже вот такие вот создания все равно принимали какое-то участие в распространении, чтобы было как можно больше копий информации, что у нас сохранилось. Вот над этим вопросом я призываю подумать, и что относительно Богов нужно разобрать. Ну, по качествам просто, как же, стри бог, вот он бог был пространства, не пространства, а ветра. 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 Ну вот, то есть его как бы функцию в этом... В этом в чем? Ну, что значит ветром? Вот не совсем понятно. Ну, то есть, во-первых, для начала, если мы говорим о богах, нужно понимать, что нет, в принципе, ни богов, ни демонов, ни людей. Есть искры, которые могут проявляться так или иначе, в зависимости от своих каких-то склонностей, от своих осознанностей, от своих тех или иных качеств. И так же само, в принципе, любой бог может быть назначен на другую должность и получить качество соответственное той должности. Поэтому, в принципе, стри бог, но он назначался на ту должность, которая так или иначе соответствовала его качествам, потом его назначили вообще богом атмосферы. Ну, после той ситуации с Перуном и с Кипперем. Вот. Ну что, разве не понятно, что такое ветер, допустим? Ну, движение воздушных масс при движении, или как сказать? Ну да, да. Движение из-за этого. Движение воздушных масс, в принципе, также здесь идёт взаимодействие с богом Айю, который является богом жизненных энергий. Также здесь идёт взаимодействие с водой, с атмосферой, с землёй, с биосферой и с антропосферой земли. Антропосфера земли – это что такое? Ну, человеческая прослойка, человеческое общество на земле. А, человеческая. Ну, вот как мы говорим, биосфера – это, соответственно, все живые организмы, которые на земле. Угу. И также сама антропосфера – это вот человеческие организмы, то, что создаётся для жизни человеческих организмов. Ну, всё, что с этим связано. Угу. То есть, если вот как по стихиям пройти, а воды – это Дон, да, отвечает за воду? У стихии воды – Бог Дон. Ну, да, ну, нужно понимать, что изначально у нас всего лишь есть правь, мудрость, як и надь. А потом уже стихии, взаимосовмещаясь, взаимопроникаясь, взаимопротивоборствуя или взаимодополняясь, порождают кучу разных мелких стихий. К примеру, человеческий организм – огонь, как стихия, порождающая то или иное движение, то или иное взаимодействие, те или иные трансформации даже на клеточном и молекулярном уровне – огонь в теле человека есть. Огонь отвечает за работу нервной системы, также за работу мозга и за зрение. Это всё проявление огня. Воды в человеческом организме в самых разных версиях куча. Воздух – без воздуха невозможна жизнь как отдельных клеток, так и организма в целом. Ну и, соответственно, элементы земли, микроэлементы, минералы и куча всего другого в человеческом теле тоже этого всего куча. Больше того, в человеческом теле ещё есть важные прослойки биосферы, как те или иные микроорганизмы, которые даже не будучи составной частью человеческого тела, но всё равно принимают участие, допустим, в пищеварении. Я уже не говорю за кучу разных кровяных телец, которые как бы всё-таки в рамках единой структуры организма. Кроме того, мышление людей. Мышление людей отчасти закладывается другими людьми, отчасти контролируется эгрегорами, отчасти разными тонкими сущностями. Вот та или иная собачатина на тонком плане может к человеку подключиться, а человеку захочется спать. Или человеку захочется сношаться, или человеку ещё что-нибудь захочется. То есть, эта сущность, она же за счёт чего-то может подключиться, и он не... Ну, во-первых, у человека есть или качественная энергетическая наполненность вот теми энергиями какими-то. Допустим, он проявлял сонливость. Возможно, по усталости. Возможно, это не его какие-то глюки, а ввиду усталости человек проявлял сонливость. Угу. Этим он дал основания для так называемых демонов сна или ждунов, чтобы дальше они к нему подключились. Ну, значит, они, как бы, можно сказать, власть над ним имеют, раз он не может их, как бы, отсечь или чувствовать? Ну, здесь не так, как власть. Здесь их нужно сравнивать, допустим, с какими-нибудь придурочными знакомыми. Вот, можно найти какого-нибудь знакомого, к примеру, выйти на улицу с бутылкой пива. И пить эту бутылку пива подойдёт ещё какой-то, и вместе с ним, как бы, получится, что вместе распивали. Он свою, допустим, другой свою, а потом он уже скажет, а давай как-то встретимся, вот вместе выпьем. А так и вот так можно стать собутыльниками и друг друга всё сильнее и сильнее бросать в сторону алкоголизма. Ну, здесь же человек не ощущает вот этого... Один хрен, что не ощущает. Он, когда к нему эта нечистая сила подключается, человек может встать, может сильнее, может решить, а-а-а-а, демонюшечки, хотите, чтобы я спал? Так я месяц спать не буду. Вы вообще тут с голоду сдохнете, если рядом со мной останетесь. То есть они питают свои инопиями сна, да? Ну да. И волей-неволей им, исходя из их, в принципе, здоровья, из их безопасности, придётся идти куда-нибудь в другое место. Им не захочется, допустим, быть рядом с человеком, который может что-нибудь такое предпринять, что они просто начнут дохнуть с голоду. Ну, а здоровый сон-то, ну, имеет место? Нет, ну, конечно, имеет. Сон – часть человеческой жизни. Вот в тексте описано также же. Но даже в тексте описано, что когда мы просыпаемся, желательно окропить кровать. Это же не здорово описано. Это потому, что есть те или иные сущности, которые на протяжении дня могут подключаться к энергетическому слепку, оставленному в кровати. А другие сущности могут подключаться и прямо к человеческому организму. Всё это есть. Всё это не противоречит друг другу. Всё это вот как даже на биологическом плане. У нас есть грибковые организмы, у нас есть бактерии, у нас есть вирусы, у нас есть, в конце концов, вши, блохи, глисты и такие вот всякие паразиты. Причём, допустим, глисты – это червеобразные паразиты, это достаточно простейшие, а какие-нибудь вши, блохи, как производные насекомых, намного более сложные. То есть, это всё самого разного происхождения. А там, может быть, не только это, может быть, у кого-то, допустим, дома могут жить ещё мыши. Мышь, например, не является неиспосредственно паразитом в человеческом организме, но мышь также паразитирует в человеческом быту, может так или иначе портить какие-то запасы. И всё равно мышь в глобальном плане такой же паразит, как и глист, только чуть другого характера. А возьмём, как современные коты, допустим. У котов иногда поселяются разнообразные паразиты, которые при поселении у человека потом заставляют человека с большей любовью относиться к котам. Потому что паразитам нужна миграция, нужно, чтобы человек контактировал с котом как можно чаще. И разнообразные версии, взрослые, детские паразиты будут постоянно мигрировать из человека в кота и обратно. А что это за паразит? Это советую снова не тратить сейчас время, а обратиться к интернету. И как это называется? Разнообразные кошачьи паразиты можно вбить в поисковые. То есть там есть твоё или это... Нет, это современных учёных. Зачем я буду рассказывать то, что другими рассказывают? То есть у них это всё так и как по ведической... Ну, идёт, да? Ну, в какой-то степени. Снова, допустим, там они не предоставляют ведическое название данного гриста, они не предоставляют мантру против этого гриста, они не предоставляют там разновидность святой воды против этого гриста, но они описывают со своей материалистической точки зрения. И зато им тоже, что ж, благодарю, благодарю, что хоть так. Но они совпадают, да, с материальной точки зрения? Ну, снова, вот качественные учёные-материалисты, они, по крайней мере, описывают материалистическую, материальную составляющую. И когда это есть, то, ну, как бы, зачем говорить, что этого нет, зачем как-то это критиковать? Хорошо, хоть так. Ведь в эпоху доминирования в Европе христианства и так не было. Ну да. Чуть что-то не так, чуть что-то начал думать, но костёр. Да, костёр шутил. А сейчас хоть всё-таки относительно материализм, где он достоверен, ну, в принципе, даже при разумном подходе, даже материалистические знания можно использовать как трамплин к изучению вед. Вопрос в том, что не хотят. Им удобно вот изучать только материальную составляющую, не задумываться о том, что есть другая составляющая. Ну, это человека надо обучать с детства, потому что... Нет, это человек должен хотеть, не поможет. А любое обучение, когда оно идёт не по собственному желанию, оно никогда не помогает. Ну, надо огонь и знание разбудить, как бы, сожечь в человеке. Ну, в какой-то степени да, но, допустим, вот возьмём современное школьное образование. В большинстве случаев дети думают, как им скорее закончить школу, как им сдать экзамены. И даже вот экзамены, они созданы не потому, что дети качественно изучают знания, а потому что им не хочется изучать. И нужно их как-то контролировать, там, оценками, всем другим. А сейчас ещё такое, что нельзя, значит, плохие оценки ставить. Вот моих знакомых постоянно... Ну, те, которые учителя, их постоянно достают. И даже иногда директор говорит, что вы такому-то не ставьте плохую оценку. Потому что придут родители и будут долбить мозги. Не, ну, сегодняшнее образование, оно сделано для того, чтобы человек, наоборот, отвращение было к знаниям, будет... Ну, да и нет. Во-первых, с одной стороны, и паразитам выгодно, чтобы зомбаки были тупыми. А с другой стороны, даже при такой системе образования, если кто захочет реально что-то изучать, можно изучать. Потому что вот сюда приходят ко мне желающие, типа, изучать Вены. Оказывается, даже где какой континент не знают. У многих, даже разумных людей, даже разумных людей, у многих Беларусь где-то на восток от Украины, допустим, Канада рядом с Англией, и вообще такие географические глюки в мозгах находятся, что концепция плоской Земли в таких умах может расцвести при надлежащем ее туда вкраплении. Может расцвести? Ну, да. Даже базовые знания... Даже наш диалог. Кто такой Хокинг? Хокинг. Да, не знаю. Вот. То есть, получается, современным людям изучать не хочется, а хочется чаще всего ко мне обращаются за ответом на какой-то их маленький вопрос или с надеждой, что они от меня услышат два слова и станут мудрыми. Но так не бывает. Во-первых, изучение ведических знаний — это, во-первых, постоянное, самостоятельное стремление, несмотря ни на что, ни на кого, никак, стремление к изучению ведических знаний. Во-вторых, если человек реально понимает важность этих знаний или, по крайней мере, понимает возможную относительную их важность и ценность, понимает их превосходящесть, допустим, над христианской, над всякими другими идеологиями, то разумно как-то что-то думать, какую-то свою приносить пользу, какой-то свой вклад в распространение и сохранение ведических знаний. Но, как правило, большинству хочется получить какой-нибудь коротенький ответик, и чтобы еще чуть ли я грехи им не отпустил, и все. Ну, коротких ответов нет, но здесь надо основательно разбираться в этих вопросах. И получается, что бы основательно, нужны и разные другие варианты знаний. И ведическая цивилизация угасла не потому, что кто-то украл какие-то знания, а потому что многим людям хотелось деградировать. Им хотелось деградировать, и поэтому внедрились паразиты. Как вот тонкоматериальные, вот если, к примеру, возьмем самый простой случай. Праведная славянка тяжело поработала на своем огородном участке. Пришла и уснула. Да, вот энергией сомливости наполнилось ее тело и так далее. Потом уже ждуны такие собрались и думают, все, у нас пир. Только от нее зависит. Или она встанет, буквально как проснется, рывком, и наплюет на все вот эти слабости, наплюет на этих ждунов. Даже нет, даже не наплюет на них, а просто не обратит внимания, будет делать свое дело. И она такая будет три часа просыпаться, будет такая думать, ну как бы проснуться хочу, но и в кровати полежать хочется. Ну как бы и так, и сяк. Будет допускать вот эти слабости. И тогда, конечно же, ждуны будут все сильнее и сильнее окутывать, все сильнее и сильнее вгрызаться и становиться как бы частью даже мышления в каком-то смысле. Это только от человека зависит выбор, давать над собой волю паразитам или нет. Ну это тоже надо знать. Я, например, вот, если нет информации на этот счет, то как ты будешь... Ну, есть возможность изучать о разных тонкоматериальных и других сущностях. Я некоторую базовую информацию все-таки предоставил. В сравнении с ничем, это куча информации, даже то, что есть на моих каналах. В сравнении с тем, что есть в Ведах, это почти ничего. Это только скорее как ознакомление, как некое оглавление того, что есть в Ведах. Но в сравнении с ничем или с разными искаженными данными, которые есть в современной эзотерике, и это достаточно такой серьезный объем. Больше бы хотелось узнать о богах, которые вот отвечают... Ну, о каких богах и что именно? Ну, если это начинается со сварги, то тогда там истанбог, он отвечает за истину. Ну, истанбог. Есть видеозаписи, которые называются «Богознавство» или «Ведическая теология». Сейчас я запишу. Ну, что-то, конечно же, запоминать. Название здесь несложное. «Богознавство» и «Ведическая теология». Есть вот сами тексты, где куча всего описано. Если коротко, ну что, «Бог истинный, Бог справедливости». Какое истинная справедливость? Вот. Снова же здесь получается истинная справедливость. Чтобы объяснить эти термины, нужно использовать ряд других терминов. А к каждому из тех терминов также можно поставить вопрос, а что есть это? А что есть то? И пройдём к тому, что нужно буквально значение каждой буквицы разъяснять. Для этого у нас есть «Аум Ар Аси». Буквица, да? Ну да. Так, истинный, а второй тот знаний, да? Да, да, мудрости. Мудрости. Мудрость — это? Мудрость — это мудрость. Тоже проистекает. Также надо разбирать. Вселенская информация, составляющая материи, которая определяет некий такой срез материи, в котором этот стол выглядел бы не как материальный объект, а как ряд надписей. Можно с матрицей сравнить в каком-то смысле. Но это был бы не просто код из нулей и единиц разных там иероглифов, а огромное количество разных надписей. И надписи о том, буквально в каждом атоме и даже ещё меньше этого стола есть описание относительно всего, чем они были до данного момента. до данного воплощения, как бы или как-то сказать... Чего воплощения? Они же не перевоплощались. То есть, ну, не воплощение, но они как-то попали в этот стол. Ну вот. Однако, как бы, на атомном уровне, на атомном уровне, во многих случаях ничего для них не поменялось. На молекулярном уровне там есть некоторые изменения. на, допустим, уже более таком обширном структурном уровне, когда дерево было перетёрто, склеено и из кусков дерева были сделаны блоки такие, туда-то много чего поменялось. А на глубинном атомном уровне там, в принципе-то, особых изменений-то и нет. Ведь атомная реакция, как бы, это отдельная история. Она бывает очень в таких незначительных количествах, но всегда имеет очень огромные энергетические выбросы, очень огромные последствия. А если ещё о какой-то глубине и уровень взять, там ещё будет сильнее выброс. И так там несколько уровней, да? Куча уровней. Вот я ещё советую изучить относительно того, что такое адронный коллайдер. Адронный коллайдер, теория струн, бозон Хиггса. Бозон Хиггса — это вот автор или как? Ну, это название некой частицы. Да, неважно. В принципе, если вводить поисковик, там нельзя ошибиться. То есть, этих уровней множество, да? Ну вот, бозон Хиггса — это по некоторым представлениям как один из самых мельчайших элементов. До которого на сегодняшний день учёные догадались. Да, да. Понятно, что и в нём ещё куча всего. Теория струн. Струны — это некое воззрение современных учёных как раз на те нитиобразные области пространства реальности, в которых находятся материальные объекты. Это вот как, в принципе, рушнык, и любая славянская вышивка несёт в себе, как, допустим, пысынки несут в себе концепцию мирового яйца, так вышиванки и рушныки несут в себе концепцию пространства реальности, плоскости пространства реальности. И в нём, в принципе, есть подобие нитей. Эти подобия нитей в современной науке получили название теория струн. То есть имеет это некие пересечения, некие переключения. И можно всё изучать, но нужно проявлять настойчивость, нужно об этом постоянно думать. А вот на каждом ты говоришь атоме, там есть информация о нём записанная. Это уже идёт же всё равно в поле каком-то энергетическом записи этой информации. В срезе реальности соответствующей мудрости. То есть у каждого атома есть среза реальности соответствующей мудрости. Да. И в этом не записано. Явь это грубоматериальные объекты. Навь это некоторые тонкоматериальные объекты, в которых может быть зафиксировано состояние группы материальных объектов из прошлого или будущего. И также это склонность к разрушению, склонность к перетрансформации грубоматериальных объектов. Правь это законы, которые приводят информацию в движение, порождая грубоматериальные формы и стремление к их изменению. Ну и мудрость это описание всего. Все возможное описание всего. можно мудрость сравнить с программным кодом. С программным кодом некой виртуальной реальности и некой матрицы образно говоря. Программный код не совсем понятно. Ну хорошо. Вот пользование компьютером, пользование телефоном. На мониторе, на телефоне есть или иные значки. И мы пальцем трогаем и что-то там происходит. Но для самого телефона этих значков нет. Есть ряд программных строк, которые определяют как появление на мониторе вот этих значков, как их форму, так и то, что они допустим подсвечиваются или не подсвечиваются. И то, что происходит, когда мы на них нажимаем, когда мы их долго держим нажатыми, когда недолго, когда так, когда всяк. Да. Все это не создан механизм из шестеренок, который вот как часы мы крутим заводной механизм и там шестеренки идут двигаться. Здесь такого нет. Здесь создан ряд надписей, которые имитируют действия данных шестеренок, скажем так. Ну, это уже мантра как бы технологии. Янтра. Мантра это уровнем осознанности. Мантра технологии это если бы к примеру взять тот или иной предмет, довести ряд искр до того или иного уровня осознания и предписать им так или иначе действовать. вот это был бы уровень мантра. Янтра это из неосознающих себя элементов создания какой-то последовательности и тантра это допустим засунуть в каменюху черта или нескольких чертей и как бы чтобы к примеру подобие телефонной связи на уровне тантры тоже можно создать. можно к примеру чтобы один какой-нибудь колдун надел ряд камней ну или там на море нашел на улице нашел неважно взял ряд камней каких-нибудь или других предметов самых вообще любых можно для этого использовать. Каждый предмет посадить по одному или несколько чертей как тонкоматериальные с существами они смогут сохранять связи на тонком плане между собой и другой кому будет дана возможность контактировать с чертями в одном из этих камней он сможет обращаться как бы к любому другому через того черта то есть подобие телефонной связи даже с уровня тантры можно осуществлять но это будет именно не янтра а таким путем с уровнем мантры подобие телефонной связи это была бы просто телепатия когда в меру своей собственной осознанности существо может посылать кому нужна свою мысль и принимать ответный сигнал об этом тоже есть видео повторяется да вот приходится повторяться что же делать далее далее дали 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 а вот то что у богов например у крота там он изображается же с колесом колесо это как что там перерождение колесо перерождение колесо паруна тут разные грани значения крот изображается с колесом перерождение или как то что он перерождение ну во первых в своей жизни крота получил такую ситуацию что он получил атрибуты трех богов атмосферы в дань в знак того что он превзошел в плане своей созданности также иногда у него изображался не знак паруна а именно колесо самсары в руке поскольку наука кротовидья это по сути дела ведический аналог некромантии это изучение как раз посмертных путей возможности взаимодействия с тонкоматериальными существами возможность именно тонкоматериальными существами или умершими или связанными с переносом умерших то есть есть такая наука что даже это кротовидья 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 то есть нет само колесо оно обозначает смысл его что но он означает что он властвует над самсарой перерождением самсара то есть он это как бы может контролировать перерождение но снова прошу внимательно осмыслить то что я сказал передателю его наука о том куда после смерти нужно направиться по смертных путях ну и соответственно то есть это прямые ключи к редактированию кармы и реинкарнации вот как к примеру физика это прямой ключ к редактированию материальных объектов когда зная те или иные свойства можно нужное нам свойство так или иначе группировать в одном месте не нужно отбрасывать и так далее вот так и кроду видео дает возможность осознанно действовать на уровне кармы или инкарнации создавая нужные механизмы как-то редактируя или упраздняя ненужные механизмы и так далее то есть а вот тот же бог яма или который отвечает за стребок стребок да сейчас он же яма он же осирис он же кхетселькатль он же кронос он же там известный под кучей кучей других это посмертный судья он судья посмертный посмертный вот смотри чтобы образом так привести пример допустим у нас стребок это судья обычный судья сравниваем его с обычным судью и судей а крода это у нас юрист преподаватель юриспруденции и политологии понятен пример ну примерно да а допустим понятно же что кроме того же самого судья преподавателя юриспруденции есть и адвокат есть допустим и присяжные есть и палач есть и прокурор и еще судебные приставы еще куча куча всех а в структуре вселенной этого всего еще больше там еще более многообразно все это ну конечно но но снова создание по образу и подобия как государство образ и подобие солнечной системы так и человеческий суд подобие божественного суда ну или по методу меньших копий аватара на разных уровнях проявляются некоторые похожие закономерности как у нас к примеру атом и солнечная система по сути дела идентичны по своей структуре так же они проявляются и дальше да так и у него там еще было не только колесо перерождений но корзина дары достатка дары достатка это как понимать что значит так и понимать дары достатка ну смотри если он тот кто учит осознанно редактировать карму то он тот кто с помощью знаний кого вернее можно если нам это нужно для какого-то дела позитивную карму к примеру вот у нас по естественным закономерностям природы позитивная карма может равномерно распределяться скажем на тысячу лет вперед а мы можем осознанно пойти в пространство этого дела отредактировать и у нас она вся проявится завтра то есть как бы ускорить этот процесс или наоборот негативная карма которая завтра уже должна убить а ее можно так разредактировать что она на тысячу лет растянется и по чуть-чуть например будет действовать когда они сразу ядерно ударят то есть это это наука крудовидья и он там еще стоит на рыбине да это символизирует во первых это показатель того что осознавая настолько глубинно природу пространства реальности его позиция непоколебима даже если под ним такой скользкий объект как рыба это не мешает его стабильности его устойчивости он стоит ровно стабилизируя даже скажем так нестабильные элементы вокруг себя также это преодоление эпохи рыб можно сказать он может даровать также от велеса к нему являлась некая устрашающая рыба и он победил это все делал но есть такие грани понимания какая рыба являлась от велеса какая-то огромная вообще страшная типа той наверное которая библейского иону заглотила типа чудо-юдо на котором что-то такое огромное здоровье глотало корабли что-то такое но снова с точки зрения современной науки с одной стороны оно и не подтверждено и отчасти поставлено под сомнение с другой стороны понятно что какие-то реликтовые динозавры или что-то такое что находится на глубинах и иногда может вылазить вследствие каких-то неестественных ситуаций или еще как-то так то как бы понятно что что-то такое вполне могло быть еще каких-то символов у него там вроде больше не было да то есть колесо самсары ну у него была сделана татуировка вдоль всей спины со священной руной ратра по позвоночнику да ратра священная руна ратра священная руна ратра ну вот она просто так повторялась да вот это ну вот нет от головы до клопчика тянулась палка на которой к примеру на уровне головы знак ра с перемычкой горизонтальной на уровне шеи дальше под лопатками румна т еще чуть ниже еще одна румна ра но это то знание ара которое утвердил сам ра рахманская традиция другими словами система знаний подаренная всевышним рад и через твердое следование этой системе знаний ведущая к устремлению вверх к тому же всевышнему рад где он является и основой и вершиной он носил на запястье четки шукра рахмана который тот ему подарил то есть отец передал ему свои четки да при некоторых случаях он носил с собой косу которую ему одолжила марина косу да то есть она прямо вот так изображалась как сегодняшняя коса ну да но даже в письменности есть такое понятие как серб мары то есть значок который рисовался перед словом в обозначении что из слова будут выброшены все гласные ну или большая часть гласных с оставлением возможно гласных в начале и оставлением как бы направляющих конечных голосов то есть как-то примерно так да а еще у него там было два брата да то есть шанат и амарант шанат шанат да шанат он как чего за что отвечал бог успокоение упокоение спокойствие стабильности равновесие да его знак это квадрат посередине которого вертикальная палка представляем себе лигатуру буквицы ш и т д и и видишь как она у нас получается получается два равных отрезка получается три равных вертикальных линии можно это представить и как последовательность и как стабильность поскольку ну такой квадрат он не перекосится не упадет это очень устойчивая конструкция такая как-то так а он изображался или как он изображался медитирующим медитирующим допустим в одной из его рук огненный сполох в другой священный его знак шана квадрат да огненный сполох просто там одно память да триединый часто виток пламени то есть какая-то огненная стихия ну да и больше у него как бы никаких атрибутов в основном часто он изображался с длинной бородой иногда изображался относительно близко к некоторым моим стилистическим вариантам внешности по-разному то есть в принципе концепция шаната это идеал некой стабильности духовной устойчивости и непоколебимой устремленности вверх вот крода шанат и амарант они являются как некими дальнейшими версиями развития главных идей главных жизненных устоев и главных достоинств Шукра-рахмана каждая из них амарант он как изображался какие у него были символы амарант изображался с огненными сполохами изображался с знаком вечности это спираль изображался иногда у него под ногами огромное количество черепов или допустим черепи с которого прорастает пшеница то есть поборол смерть как бы ну да тот кто может даровать знания превосходящая смерть или убирающая смерть продлевающая жизнь даже вот если возьмем индийскую мифологию по индийской мифологии Шукра-рахман от самого Шивы получил священную Сандживани мантру которая давала возможность в буквальном смысле воскрешать всех кого Шукра-рахман хотел воскресить в очень искаженно деградированном и изничтоженном варианте данная история показана даже в сериале который называется Вишнапуран в принципе это можно посмотреть это сериал сокранизации индийского писания индийской книги которая называется Вишнапуран понятно что там все искажено во первых в духе пропаганды мерзкой гадкой подлой пропаганды Бригоспатая который пытался Шукра-рахмана выставить учителем демонов и всех кто Шукра-рахмана он пытался выставить демонами подожди но это же в сериале Шива там тоже есть учитель демонов вот это и Шукра-рахман нет Шива то Шива а Шукра то Шукра индусы называют Шукра-рахмана Шукра-чарья ну вот да там был Шукра-чарь по моему учителю в сериале по Шиве там смотрел я не смотрел тот сериал 800 серий нет для меня это уже наверное слишком они по 15 минут правда не знаю пришли как-нибудь может смотрел вернее смотреть точно навряд ли будут целиком прослушать вероятно прослушала ну и там тоже Даша Шукра-чарь был у этого учителя и у демонов ну вот в индуизме сохранена бригаспатаевская пропаганда которая выставляет учеников Шукра-рахмана демонами а самого его достаточно злобным таким мудрецом а там вот это бригаспатай или как он там кем изображен учитель индры так и изображен а учитель гадкий мерзкий лживый бригаспатай который да достойный тем что он обряды идеально производит но он не направлен он не был верен никакому из духовных учителей он постоянно завидовал всепревосходящей мудрости Шукра-рахмана он не был способен к таким невероятным аскезам на которые с легкостью шел Шукра-рахман мы же об этом говорили в крице Шукра-рахмана село которое означает также превозможение превозможение интересных каких-то ограниченностей Шукра-рахман с легкостью на это шел в одном из текстов там так и говорится что когда ученики к нему пришли и начали говорить да ты же умрешь от таких аскез он им ясно сказал что если соответственно жизнь мешает осуществлению процесса то жизнь бессмысленна и бесполезна но он так медитировал так осуществлял что даже никто из богов смерти не осмеливался к нему прийти потому что они понимали это идеальный служитель идеально направленный кран и сам уже Ра возьмет их за шкирку и выкинет к чертям раньше чем допустит чтобы кто-то из них навредил такому святому и его сыновья это по сути дела развитие его концепции крода взял образно говоря некромантию и развил ее достаточно качественно шанат концепцию спокойствую успокоения равновесия равновесия и такого некого гармоничного выхода из двойственности жизни и смерти гармоничного выхода из вообще материальной какой-либо двойственности и обусловленности а соответственно амарант имеет даже возможность на материальном уровне побеждать какие-то склонности к разрушению тех или иных тканей и возвращать жизнеспособность в любом необходимом случае а двойственность тут имеется ввиду инь-янь вот это да-да-да яль и нафи вот даже в квадрате там получается он разделен вертикально и получается два таких сегмента и образно говоря если в знаке инь-янь они взаимодействуют в одном находится кусок другого в другом кусок одного то есть вообще вот инь-янь изображается там же не просто два элемента там в белом черное а в черном белое это в ведической символике так изображалось и осталось на востоке а в европе это из символики было выдавлено а в знаниях разнообразных оккультистов и философов осталось если мы возьмем что Мефистофель говорил фаусту о себе я часть той я часть той силы которая вечно стремясь сделать что-то зловредное творю благое это берем вот как тот сегмент который черная штука но с белым в середине возьмем сегмент который такая белая капля с черной точкой в середине тоже есть выражение благими намерениями выстроена дорога да то есть это понимание разумными сохранялось что в принципе эта двойственность иллюзорна тупа и бессмысленно бесполезна и Шанат не дал этой двойственности вот так вот взаимоперетекать и взаимосуществовать Шанат в прямоугольнике запхал эти энергии и как бы в клетку поместил такой символ да такая истина идет как бы посредине тогда или как да и в принципе даже подобие буквицы М можно прочитать если мы берем во внимание три вертикальных палки то вот некое отдаленное подобие буквицы М а посредине палка подобие буквицы Исти то есть мудрость и истина там и символ Тота при желании можно усмотреть Тот это мудрость да? ну мудро Бог Бог число Бог мудрость и число как это соотносится то есть всю эту мудрость ну приходим к концепции что мудрость это вселенская информация вселенская информация имеет кроме образного еще числовые параметры потому что в конце концов что бы мы не осмысляли это набор всех или иных чисел палец это набор определенного числа атомов ну можно с такой точки смены посмотреть ну да можно смотреть как в общем палец можно его нарисовать можно там допустим кирлиановская фотография со всеми этими излучениями а можно его представить в виде числа атомов допустим число атомов число молекул такого-то параметра число молекул такого-то параметра и такого-то промежутки между разными видами молекул количество Количество молекул разных параметров, количество клеток, количество разных взаимосвязей между этими клетками. То есть, таким путем палец можно представлять в виде набора чисел, как и любые другие предметы, как и любые другие объекты. На молекулярном уровне, сколько там молекул, сколько атомов. Именно так. Все можно расписать, все материально явно. Вот это вселенская информация. Предметы такие. Так, то есть, а у Амаранда, значит, он стоял на черепах и больше никаких у него с него... Ну, еще прорастающее растение из черепа или из скелета даже. Росток какой-то прорастающий, да? Росток. А у Шукра Рахмана вот этот его посох, который как метла и как его... Не как метла, а горящий посох. А, это вот сверху. Ну, факел, а не вот эта метелка какая-то. Не метелка, не сказать. Ну, во-первых, у Шукра Рахмана специфическая прическа изображалась в виде некого подобия гор. Кроме того, потом у него изображался уже лев в прическе живущий. Подожди, ведь игорь это как, пирамидами что ли или как? Ну, как ступенчатая пирамида. Ступенчатая пирамида, прическа на голове такая? Да. Также часто он изображался с волосами, которые сзади тянулись по земле. Настолько были длинными. А волосы-символы это как чего ли? То, что они тянулись по земле? То и внешность несколько отличающаяся от человеческой изображалась. То есть он сейчас правитель Венеры? Не только. Снова об этом есть ряд видеозаписей. В следствии некоторых событий. Шукра Рахман также стал богом огня Палинусом. И Палинус имеет три проявления. Подожди, Палинус это, ну, огонь, да? Бог огня, один из богов огня. Всевышний огнебог тоже бог огня. Еще есть ряд богов огня. Ну, а Палинус, само слово или как, что это? Палить. Палить, палящий, сжигающий, что-то в этом. Да, тот, кто сожжет все. То есть, и что он Палит? Или Пылающий, ясный. Пылающий, ясный. Если как Палин, ас. Переводить. То есть, и Венера, и Тройственно это говоришь? Не только Венера. У бога Палинуса, который является проявлением Шукра Рахмана, есть три проявления. Это, собственно, Палинус Махабхаван, который является богом священного огня на высших планетах богов. Это Палинус Прократар, который является правителем одной из адских планет, где созданы такие механизмы, чтобы грешникам не просто пытки были, а ещё и некоторые дополнительные возможности осознать, переосознать и стать на путь духовного развития, на путь служения Всевышнего. Там имя Шукра Рахмана Палинус Прократар. И, соответственно, есть ещё проявление Шукра Рахмана, который правит на Венере. Там, в недрах Венеры, есть народ, который несколько подобен тому, что у Толкина изображено, как балраги. Кто такие балраги у Толкина? Подземные вот эти... Это вот, Властелина колец удалось просмотреть? Ну, это смотрелось, но... Один чёрт. Там вот, когда, собственно, вот тот один чёрт, который всех будоражил, которого зовут Гендаль, когда он вёл своих зомби-нятушек по подземелью, вылез огромный такой огненный товарищ, и вот эта фраза, которая вошла во многие видео, разошлась по интернету, когда Гендаль говорит «Ты не пройдёшь!» Ничего не помнишь? Нет. Да, это видео разошлось вообще в миллиардах копий разных. Ну, может быть. Вошло, как так называемый, мем в нынешнюю поп-культуру. Посмотреть просто. Да. Гендальф и Балраг. Как так это посмотреть? Или просто балраги. Кто такие балраги? Балрог. 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 Да. Ну, снова, вот о балрагах у Толкина очень искажённые такие знания. Они нормальный себе народ огненных таких живых существ, которые живут на Венере. Это полубожественные живые существа, то есть они превосходят людей по уровню осознанности. Это плазменные существа. Это, ну, как бы, достаточно такая грубая огненная материя, но всё-таки не совсем грубая материя. Плазма. Плазменные формы жизни. Они в ядре, да, там обитают? Не в самом ядре, но недалеко. Недалеко. Может, много в каких-то... Я не знаю. Я там не катался. В контексте знаний о Шукра-Рахмане есть вот эти знания. Допустим, гномов вообще в ведах не описано, но их подобие, как подземные жители, на земле когда-то возились. Снова, это долгая отдельная история, пока туда не резим. И вот, получается три проявления, как Бог Вселенского огня богов, Бог, помогающий даже самым падшим грешникам, но у которых есть всё-таки рудименты разума, стать на путь истинного служения Всевышнему и праведным духовным учителям. И Бог, правитель данного вида живых существ на планете Венера. Это три проявления Шукра-Рахмана. Если мы берём его версию философской концепции, как тот, кто победил смерть, то это ходячий скелет, у которого на голове сидит лев. Ходячий скелет, у которого лев на голове. Да. То есть лев тут как символ Всевышнего. Ходячий. То есть он не стоит, а в движении, как ты изображен, да? Подъел смерть. Ну, так же, как и разные варианты, иногда он изображался в красной накидке, иногда изображался в чёрной накидке. Это символы чего идёт красная-чёрная накидка? Ну, красно-чёрные совмещения, символы священного патриотизма. Там много разных философских концепций. Но если мы говорим о иконографии Шукра-Рахмана, то так. Сейчас иногда встречаются просто какие-то эти учителя, вознёсшиеся, о них там пишут. Там вот тоже про Венеру было, и переводился там тоже. Кто же там был? Я не знаю, что там было. То есть вознесённые учителя? Ну, всякие зверюхи есть, и праведные есть, и ведь есть даже боги предыдущей земли, часть из которых отказалась умирать вместе с той землёй, отказалась идти на перерождение. И в качестве неких привидений богов они до сих пор существуют. На этой земле? Не совсем на этой земле. В каком-то информационном поле земли? В неком своём кармане реальности, из которого они самостоятельно теперь даже выйти не могут. И специально, чтобы их вызвать, священнослужитель должен проводить целый ряд специфических обрядов. Ещё нужно иметь человека, который станет их вместилищем временным. Потому что они не имеют собственного физического воплощения. А этот веер реальности, он тоже расписан там вроде мира? Нет, веер — то другое дело. А это некий вот карман реальности, соответствующий прошлой земле, но энергетически привязанный и к этой земле, в котором существует несколько пантеонов с прошлой земли. Ну, карман — это и веер, в чём тут разница? То, что веер реальности, там реальности расходятся по разным событиям. Вот, например, в одной реальности, скажем, мы сегодня встретились, в другой мы не встретились. В какой-то мы говорим по телефону, в какой-то мы говорим по скайпу, в какой-то вообще, возможно, мы не нашли общий язык и как-то не общаемся. В ещё какой-то, возможно, я приехал в Казахстан изучать веды. В какой-то, возможно, ещё как-то всё вообще по-другому. То есть, его множество и... Это вот разные варианты, разные варианты, как дерево, как древо Пифагора советую посмотреть. Это что, твоё или нет? Не важно, чё. И моё нужно смотреть, и общий интернетовское, и Википедию нужно смотреть. Древо Пифагора. А карманная реальность, это вот мы возвращаемся к концепции пространства реальности, некая материя реальности. И представляем, что вот в этой плоскости делается как бы отделённая, независимо от неё существующая какая-то область, подобно карману, имеющая выход в основную плоскость. То есть, карман, яма, что-нибудь, пространство... Да, 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 да. Примерно так, да? Да. То есть, а вот эти вот все вееры, пространства, это уже как бы тонкоматериальные же идут, наверное, или... Чего? Никакое не тонкоматериальное. Когда сварок ударил, вернее, рот ударил потоком искр, взятых ими из духовного мира, по Алатара, Алатара начал вибрироваться. Вибрация создала предпосылки для возникновения множества одновременно существующих проекций Алатара. Это не как раньше были вот эти матрёшко-образно вписанные, а это как вибрационные варианты. Вибрационный вариант, вот представим, я вот рукой двигаю. Понятно, что рука одна, но в каком-то варианте, если на это смотреть, может показаться, что рука и тут, и тут, и тут, и тут. И как бы даже такие бывают фотосъёмки, когда кажется, что как бы много... Рук. Да. И человек быстро передвигается, и кажется, что там много его. Или какой-то предмет быстро передвигается, и кажется, что там его куча. Или может быть он даже сливается в одну что-то какую-то... В одну полоску, да. Вот так и тут. Вибрация Алатара породила то, что он как бы существует в множестве вибрационных вариантов. Ну, а вот эти всё равно, если... Это сравнивается с колоколом, где, скажем так, язык вот этого колокола подвешен, как Аллатара подвешен к роду, а нижняя часть его имеет много вариантов. Ну, как бы много разветвлений. В разных мифологиях можно найти схожую с этим идею, образную, как это примитивно объяснялось, что есть некое божественное древо, которое растёт корнями от Солнца или от Бога, там по-разному это говорили, и расходится вниз ветвями, многими ветвями. Но это не в скандинавской там переводчик? Ну, и в скандинавской. В скандинавской там ясенник драсси и так далее. Кстати, как будет по-скандинавски мост Розен-Эйнштейна? Нет, это сложно для меня. Пока. Вифрёск. Вифрёск? Это радужный мост. Что такое радужный мост? Что такое мост Розена-Эйнштейна, известно? Нет. Советую записать. Мост Роза-Эйнштейна. Розен это такой тоже учёный, физик, математик. И звёздные врата тут же. Это что, фильм такой? Фильм, сериал, чей-нибудь обзор на ютюбе, неважно. Главное понять принцип. Нет, ну сам фильм-то я смотрел там. Ну вот там был показан бифрёск мост Розен-Эйнштейна, где с помощью, ну это янтрическая версия, где с помощью устройства создаётся искусственно направляемая воронка, которая переносит как мост через разные пространства из одного места в другое. Вот эти разные пространства, это вот как этот веер примерно, да? Нет, веер веером, а это в рамках одной реальности. А у веера там множество реальностей? Ну да. А это перенесение в рамках одной реальности, просто между разными материальными отрезками. То есть там... Посредством управляемой червоточины. То есть с нашей Земли, там на Марс, на Венеру, ещё куда-нибудь. А у реальности, вот веры в реальность, там каждая своя реальность, да? Это вот прошлое, например, какая-то реальность? Ну чего прошлая реальность? Это, допустим, разные вариации той реальности, которая есть с разными самыми отклонениями. Какие-то разветвления могут быть очень близки, поэтому мы при перемещении даже не заметим. А какие-то настолько далёкие, что там, например, до сих пор существует Британская империя, которая всех подчинила, и Земля это как-то так. Или, допустим, где Гитлер всех захватил, или где Сталин всех захватил, где, допустим, никогда не рождался Иисус, где, допустим, науходоносор всех захватил и создал ещё тогда империю. И через время они пошли научно-техническим развитием и полетели на Марс, и на Марсе уже новый Вавилон, и как-то так. То есть это мысли какие-то уже сформированные, и они остались? Ну чего только мысли, это варианты развития сценария цивилизации, варианты развития истории. Варианты? Ну да, все возможные варианты. Все возможные варианты. Но из тех, которые нужны для развития сознания существующих в них искр. Скажем так, если какая-то искра хочет получить сексуальное счастье, то в одной реальности она должна, к примеру, получать это посредством того, что она родилась в такой семье, что пришлось стать проституткой. В какой-то реальности не пришлось становиться проституткой, семья была хорошая, и наоборот, это же сознание пользуется проститутками. В другой ещё реальности имеет постоянного партнёра, очень качественного в этом плане. А в какой-то реальности, возможно, специально сделали, что нет возможности к сношению посредством ампутации данных органов. Это я привёл только какие-то самые такие расходящиеся варианты. А между каждым из них может быть куча-куча промежуточных. Ну и также кто-то хочет быть богатым. Как он будет богатым? В одной реальности рождается богатым, в другой зарабатывает или получает наследство, в одной получает наследство, в другой зарабатывает, в третьей украдает, в четвёртой... Находит клад там или ещё что-то... Все эти варианты должны быть. И этому сознанию предоставлены варианты, как стать очень богатым. Или если по карме в прошлых вариантах ему предоставили весь этот выбор, а он как-то неправильно действовал, то могут наоборот. Кто-то хочет быть богатым, а ему что так нищий, что так, что этак. Допустим, в богатой семье, но богатая семья его с детства гоняла по учебным заведениям, не давали ему пользоваться никаким семейным богатством. Дальше пришлось всё вкладывать куда-то, как есть некоторые миллионеры, миллиардеры, которые ничем не пользуются, по сути дела. Дальше там, например, потерял богатство, дальше уже изначально родился без богатства и так далее. Варианты. Ну, 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 то есть иногда просто, Даша, это жёстко там, по прошлым жизням ему не дано, то есть ты там натворил, тебе надо сейчас, ну, бедным или нищим быть. Ну, что-то такое. Какие-то тоже вредные. Или если хотят побольше чаш с грехами собрать, могут наоборот. В одной жизни уже неправильно воспользовался богатством, ему вновь дают такое же воплощение. Потом вновь дают. И так вот десять чаш грехов соберут, а потом на такую далёкую адскую планету отправят, что... Пиши, пропало. Вот просто бери, пиши, пропало. Потому что оттуда миллиарды лет придётся выкавериваться как-то. И то не факт. Ну, когда это всё накопилось, конечно... Это вот, к примеру, Егове сейчас всё практически позволено. Но боги собирают чаши его грехов. А потом это всё проявится. Да. Действуя по подобному принципу, вот ко мне периодически Чупакабра приглуждалась. И в принципе можно было сразу Чупакабру выкинуть. Но, с одной стороны, давая ей шанс, а с другой стороны, понимая, что она им не воспользуется, я уже думал, ну, а что-то ж нужно будет с этим придумать. Я её вновь иногда подпускал, собирая новую чашу грехов. И богам сигнализируя, что вот чаша грехов собрана, потом следующую чашу. С помощью обряда фиксировал, чтобы в поле мудрости вселенной это не потерялось. И так далее. На данный момент по возможности с теми или иными союзниками планируют провести ряд кармоинкарнационных экспериментов над перемещением её по разным адским планетам. Но за грехи, допустим, Чупакабры против человечества, против праведных славян, тем, кто хочет пользоваться ведическими знаниями, тем, кто хочет у меня учиться и так далее. И я предписываю во время каждого славления проклинать Чупакабру, поскольку Чупакабра — это синоним деградации. Чупакабра — это фактически материальное воплощение деградации, мерзости, низости, низменности, подлости, пакости и всех других мерзких качеств, которых, в принципе, только может быть у человека. Поэтому праведным славянам я предписываю, чтобы они, во-первых, проклинали Чупакабру как конкретное воплощение всего этого, а во-вторых, проклинают Чупакабру, чтобы они сверяли своё поведение, свою жизнь и свои мысли. А поскольку Удерзец — это имя придуманного Бога, то как-то так оно и есть. И насколько там непросто, то начало можно даже перевести как «Удручающие» писать. Удручающие тем, что эндринги не захотели изучать теологию, не захотели изучать веды и слышали про какого-то Бога с похожим именем. Но взяли не то, поняли не так и получилось не то. Такого у них-то по сути вед нету, просто вот он что-то там… Да я не знаю, что у них есть, потому что астрология у них такая, что мне как раз кажется, что у них что-то есть. Или я не знаю, снова, там есть теория, что ему КВБшники это всё давали. Что ты думал? Можно предположить, что это какие-то ихные уже статистические возможно… Я не знаю. Можно много вариантов предположить, но по сути дела то, что отдалённо они, возможно, слышали про вздвердзбога… Ещё раз, как правильно? Вздвердзбог. Тот, который вздвергает недра. То есть подымает или как это вздвергает? Ну, корень тут «вергнуть» – это сильный какой-то бросок. Есть слово «низвергнуть», «свергнуть», «повергнуть». Но это всё, когда мы имеем в виду сверху кого-то вниз. А вздверзь – это наоборот, снизу вверх. Вверх он вздвергает. Ну, подбрасывает. Ну да. Извергает. Да, он извергает того. Вот, в принципе, если бы не отдельное слово, как «изверг», то можно было бы даже какую-то современную, как… Ну, нельзя такой вариант, потому что решать, что он «изверг». Можно было бы как-то на современный лад что-то такое, если бы не было этого слова использовать. А свинтовит, ты говорил, там он за что отвечает? За что отвечает? Ну, это тоже… Солнце – Бог? Это тоже вот язычество уже пошло у нас. Язычество? Конечно. Потому что язычество – это идея, что есть набор Богов, и каждый за что-то отвечает. Ну, а как в ведическом? А если мы говорим о ведическом восприятии, есть Единый Всевышний, имеющий ряд проявлений, которыми он контролирует ряд процессов. И есть его Боги, каждый из которых является его ставленником в той или иной области. Для начала берем ту же самую сваргу. У нас есть Ра, как Тем-Бог, и его ставленник в Наве – это Чернобог. Есть Ра, как Дашь-Бог, и его ставленник в Яве – это Белобог. Есть Ра, как Правий, и его ставленник в Праве – это Истанбог. Есть Ра, как Мудробог, и его ставленник в Мудрости – это Числобог. То есть, а здесь вот… Святовид, если по-ведически говорить, это имя Всевышнего, в его нематериальном или тонкоматериальном проявлении, несущем солнечный свет, солнечное сияние, могущество, достаток. То есть, и он там не один святовид, да? Это там трое, ты говорил, или… Ну как, здесь, во-первых, берем имя Святовид – это вот имя Всевышнего в таком проявлении. Позднее также это имя началось переозвучиваться, как «Святовид», «Световид», «Святовид» и так далее. Удалось ли сходить в Одесский археологический? Нет, сегодня вот я запланировал, сейчас пойду после. Рад, рад. Далее. Не понял, там три было ипостаси, вот «Святовида» или как еще? Ну почему три ипостаси? У Всевышнего всегда множество ипостасей. Ну множество, вот этот световид – это… Святовид. Как? Святовид. 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 Через буквицу Яну. Святовид. По буквам продиктуй, пожалуйста. С, В, Гехеревь, Ян, Твердо, В, Т, Гехеревь. Гехер? Гехеревь. Ну, как английское H. А, хорошо. С, В, потом третья какая буквы? Гехеревь. Тоже Ген? Да. Схэнтавитх. Что они там? Ну, у меня не получается произнести это. Почему? С, В. Ген, Схэнтавитх. 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 Сліжком МХ первое, чёткое. Оно должно быть немного более приглушенное. Схэнтавитх. Уже upper. Гехеревь. Гехеревь. Схэнтавитх. Схэнтовитх. Гехеревь. Отак уже лучшее. Представляю, как бы ты произносил 9 основ духовного развития. «Не забьяю», «Не клейму», «Не сшеплочу», «Не в мацмарю» и так дальше. На украинском туда, там же есть русский, да? Это даже не украинский, это староукраинский брестский вариант. И во многих славлениях используется именно такая формула, как «Не забьяю», «Не клейму», «Не сшеплочу», «Не в мацмарю», «Развой же оумень», «Дитай породжую», «Праве поведзю», «Дживе поймоче», «Православлю». Ну, девять основ духовного развития. Покороче, лаконично, но... Ну, на украино-белорусско-польском, каком-то таком, наверное. Общем или необщем, диалектическом, я не знаю, но это просто в одном из старых конспектов архманской традиции. Есть вот такая формулировка. И, в принципе, если начать слушаться, начать понимать, допустим, «Не забьяю». «Не убиваю», понятно, наверное. «Не сшеплочу», то есть «Не совмещаю плоти непотребным образом». «Не поедаю это мясо, что ли?» Нет. А, это... Это недопустимо незаконных половых отношений. «Не сшеплочу», да? «Не сшеплочу», то есть «Не совмещаю плоти и не нужен образом». «Не вмотьмарю», то есть «Не поцмаряю, не затемняю он». «Сознание», да? «Не поцмаряю». Дальше. «Правый поведзаю». Вообще понятно. Правильные знания, если вообще... «Поведзаю». Что-то такое говорится. «Живый поймочи». «Живым помогаю». «Живым помогаю». «Живым помогаю». Да, да. «То есть его можно... Там все вот эти молочные продукты, они...» «Сачужная вытяжка». «Убиение благости молока». «Да, да. Это когда, если молоко створоживает или скисает...» «Да». «Но лучше лимончиком или, например, этой самой...» «Уксусом». «Нет, уксус не каноничен». «А яблочная кислота?» «Не каноничен». «Не каноничен». «Только лимон, да?» «Лимон или вишневый сок». «А гранат?» «Ну, наверное, тоже. Но вот каноничные способы...» «Лимонный и вишневый». «Лимонный и вишневый». «Ну, и масло гхи, как эти говорят...» «Гвишнаиты». «Видическое название топленого масла – гьяна». «Гьяна». «То есть оно там тоже какое-то очень хорошее...» «Очень хорошее». «Очень хорошее». «Если его сделаешь...» «Чем он старее будет по времени, тем он как бы будет лучшим, считается там будет». «Ну, снова. Для разных процессов. Оно использовалось и в готовке пищи, и в жертвоприношениях, и в косметологических процессах разных. И в некоторых случаях даже при изготовлении мечей». «Нет, про питание хотя бы что...» «То есть оно может храниться». «Важный есть такой нюанс. Я не привязан к пище, и в принципе я не задумываюсь о том, как развивать эти вопросы. Я задумываюсь о том, как редуцировать их, и причем как редуцировать, ну, не в ущерб, и в незначительный ущерб, скажем так, функциональности. Поэтому я не задумываюсь о том, как развивать пищевые какие-то готовки и всякое такое, а как можно сократить время на приготовление и прием пищи, и как побольше времени, соответственно, сэкономить и направить на основное дело». «То есть есть там таблетку, условно говоря?» «Ну, к сожалению, сейчас нет таких возможностей, чтобы таблетка...» «Я излагал в каком-то, даже в ряде видео такую идею, но, в принципе, пока нет адекватных таких способов, поэтому пока просто из существующей пищи выбирать максимально простые варианты, я стараюсь. Максимально простые – такое, чтобы я мог задействовать только, допустим, левую руку, а правой что-то набирать на компьютере или как-то так. Конечно же. Ну, чтобы, соответственно, больше времени направить на что-то полезное, а не на производство экскрементов. Поэтому я в плане велической кулинарии вообще никак. «Не, ну...» «Не, ну...» «Возможно, стоит как-то метродату по этому вопросу опросить». «Ну, и мёд ещё там считается таким тоже...» «И мёд, конечно же. «Умиверсальным и чем...» «Ну, тут нужно понимать, без труда нет плода или бесплатный сыр в мышеловках, поэтому нужно понимать, что вот такие элементы, как, допустим, тот же самый мёд, как масло и так дальше – это элементы, на которых пошло огромное количество сил разных живых существ. Допустим, мёд – это целая цивилизация, можно сказать, занималась его производством, пчелиная цивилизация. И они выбирают как не самое лучшее из растений, там тоже перерабатывают для своего потомства и так дальше. Топлёное масло, как квинтэссенция любви и энергии любви коровы к её детям. Поэтому в жертвоприношениях это и мощно, поэтому это и сильно, потому что это очень такие энергоёмкие, энерго-вмещающие в себе элементы». «И по Амаранту там только я слышал, что он, ну, как бы он то ли заново рождает, то ли что-то восстанавливает, тело…» «Ну, Амарант – это растение бога Амаранта, священное растение, помогающее, в принципе, поддерживать и восстанавливать тело, это факт». «Поддерживает, что значит поддерживает? Ну, это та, любая пища поддерживает, ну, практически живая». «Ну, не совсем так. Есть такая штука, как энтропия. Энтропия – это склонность к разрушению всех материальных объектов. Вот, энергия Амаранта несколько минимизирует природную энтропию». «Ну, в молоке, в меде эта энтропия тоже присутствует?» «Энтропия характерна любому материальному объекту. Только Амарант при специфической обработке может давать возможность несколько минимизировать эту энтропию». «И что же это за обработка? Это просто каша варится или что?» «Допустим, урановые некоторые болванки хранились в амарантовых ящиках в древности». «Амарантовые ящики – это же растения, как…» «Правильно. Из амаранта прессовались ящики». «А, то есть из стеблей, из вот этого всего прессовалось?» Прессовалось, прессовалось, делались ящики. «И там в завёрнутой в амарантовую упаковку хранились цилиндры урана, чтобы они не подвергались энтропии. И в среднем по физическим текстам такая упаковка на несколько сотых процентов минимизировала природную энтропию даже урана». «Нет, ну а для питания какие там специальные способы приготовления?» «Да разные способы. Ну, вот снова. Я…» «От простого к сложному?» «От простого к сложному. Поскольку его сейчас в достаточных количествах нет, то при каких-то поездках и питании им, у тех, у кого он есть, я вообще ничем не занимался, ну, ел буквально. Поскольку у себя, допустим, на балконе я его растить не могу и выйти на рынок его купить не могу, то и вопрос с ним для меня, в принципе, на данный момент не актуален». «Ты этим не занимался?» «Конечно нет. Зачем я буду изучать то, что мне на практике не нужно?» «Угу». «Ведь есть куча разных тем». «Есть, да». «И что?» «Нет, ну хорошо не изучал, но может быть какие-то…» «Может быть какие-то, может быть что-то. Во-первых, у нас на сегодня это никак не было оговорено». «Да, согласен. «И я снова, я же прошу, я же предупреждаю, что давай согласовывать темы, которые мы будем обсуждать. Возможно, если бы вчера у меня были данные о данной области интересов, я бы что-то подумал. По крайней мере, даже текст о самом Боге Амаранте открыл бы, и там он благословлял на приготовление каких-то блюд, я бы хоть это почитал бы. Потому что, да, я это когда-то просматривал, но поскольку я готовить не собираюсь, то мне оно не надо было». «Всё, понятно. Всё, извини». «Ну, тут не то, что извини или не извини, тут просто нужно, чтобы был порядок, и нужно всё это согласовывать и осуществлять по порядку». «Да, да, правильно». «Как я слышал, темы – это по тексту пославления». Ну, по частям дня и…» «Ну, давай!» «Пославление. Ну, так. По ослаблению вот…» «А то я не только о Чупакабре рассказывать начну, но даже вызову её». «Не понял, да». «Пославление. По ослаблениям вроде всё понятно, более-менее. Я просто хотел бы зачитать на русском языке то, что…» «Хорошо, прошу». «То, что получилось. Но там, вот то, что я одно слово спросил, я его не понял, как. В основном оно…» «А оно было, а так можно…» «Росмотрим. Слушаю, в общем. «Так, так, 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 так…» «Та фраза была к тому, что просто иногда, когда праведные славяне не могут собраться с вопросами или что, я периодически…» «Ну, для того, чтобы славяне знали и не уподоблялись мерзость нынче по кабре и для того, чтобы в её особи проклинали все аспекты деградации, иногда рассказывал о таком ужасном создании. Так, некая отчасти шутка, что я не только о ней расскажу, но даже вызову её, чтобы была возможность ознакомиться непосредственно. Ну, если вопросов не будет качественных…» «Ну, ладно, идём». «Не совсем понятно?» «Ну, я же объяснил уже так, что уже дальше нет». «Да, что же ещё непонятно?» «Ну, просто я слышал об этой Чупакабре, ты как пугаешь, типа бабайкой какой-то». «Ну да». «Ну, вот…» «Что там такого?» «Ты там говоришь, что все грехи какие-то, возможно и невозможно». «Ну, в принципе, да, Чупакабра – это воплощение такое ходячее, двуногое, целой кучей грехов». «Вот и всё, ни о чём дальше не идёт. Там куча грехов, какие грехи, чё грехи. На грехах думать не хочется, а…» «Ну да. Вот как раз всё то, о чём думать не хочется, вот оно такое ходячее». «Ну, пусть там где-то ходит». «Оно в Одессе живёт». «Ну, жаль, соболезную». «Ну да». «Если ещё пересекаетесь, ещё, наверное, как бы лучше». «Иногда даже звонит мне, поэтому это такое…» «Сложнее». «Так, по первой части так. «Молимся к Ра праве дочь Богу великому». «Именно так». «Молимся к Ра везде существующим и солнцеликом». «Именно так». «Молимся к Ра и к мудрости, и к славе Его». «К славе Его». «К славе Его». «К славе Его», можно сказать. «Славе – это как прав Я и Наве – это такая же энергия, которая характерна проявлением Ра». «Вообще вот слава – это как её можно разобрать?» «Да просто разобрать. Вот есть мудрость – это вселенская информация. «Так». «Есть правит и законы, по которым эта информация обрабатывается и входит в какое-то движение. Потому что сама по себе информация – это как книга, допустим. Книга, она по себе не действующая. Вот если кто-то подойдёт и на основе этой книги, или вот как в технике современные те или иные надписи порождают какое-то действие, то вот это правит как раз. «Яй» – это грубоматериальные объекты. «Наве» – это тонкоматериальные объекты, это то, что предшествует грубоматериальному проявлению, и то, во что грубоматериальное проявление уходит. «Славь» – это солнечно, и при других проявлениях Всевышнего характерна ему мощь, энергия, излучаемая им сила, излучаемый им свет, который может вносить дополнительные возможности в законы, в мудрость, в грубую материю и в тонкую материю. Если говорить астрономически, «Славь» – это солнечная корона. «Корона» в смысле? Нет, это нужно открыть Википедию и посчитать, что такое «корона Солнца». «Коронарное излучение Солнца». «Посмотрим». «Это не железяка, которую на городе таскали». «Солнце на себе железяку такую не таскает». «Конечно». «Но вот та железяка, которую вы таскали на себе, как раз и была символом вот той солнечной короны, той слави как раз». «То есть это символ вот этой короны, да?» «Ну да, но нужно почитать, что такое солнечная корона». «Солнечная корона», «Коронарное излучение Солнца». «Удалось ознакомиться с тем, кто такой Хоукинг?» «Нет, не удалось». «Соборезную». «Ладно, идем дальше». «Молимся к Ра и к истине Его». «К Истанбогу». «Сим двоим князям всего». «Ари-Ра, Ари-Ра, Ра-Ра, Ари-Ари». «Ну вот как раз Истанбог и Ра». «Да, да, Молим Бог и Ра». «Тут идет Сенадманкарая потом». «Да». «Потом Саура, Сайра, Сибра. Ра намолимся Ра». «Зора, вставай, Зора, вставай». «Радости и жизни, Дочь Божия, всем давай». «Именно так». «Это все повторяется тут несколько раз». «Я думаю». «Солнце встало, десять тысяч новых жизней подарило». «Можно по-другому сказать множество». «Множество, да». «Ну просто нет смысла». Вот в древнем тексте был как раз смысл в игре противоположности, в дополнительных значениях слов и так далее. А вот при переводе таком нет смысла переводить в десять тысяч, и нет смысла оставлять слово «тьма», потому что оно сейчас имеет другое значение, и разумнее перевести как «очень много», «множество» или как-то так. «Множество жизни подарило». «Солнечные лучи, лучи красные». «Лучи красивые, прекрасные». «Прекрасные». «Прекрасные, солнечные лучи, лучи прекрасные, отра пошли. Все живи-поживай, все цветы расцветают». Все живые существа получили новые жизненные силы, и цветы… Ну да. Все живи поживай, все живые получили новые жизненные силы, да? Ну это просто от той самой идеи, что Всевышний нам в солнечный день дарит энергии жизни живым существам, чтобы они лучше функционировали. Ну и, соответственно, к энергиям ночи адаптированы лучше разные там всякие куполей-вордалаки, образно говоря, скажем так. Ну смысл-то понятен, просто вот это иногда складно как-то сказать или что бы смысл? Ну вот это и тонкости, и сложности любого перевода, любого перевода. И это еще не так далеко, это фактически украинский. Да, да. Так, все существа Всевышнего Ра прославляют. Так, потом идет Синадман Гарая, ну и все, первая часть закончилась. Первая часть, вторая часть. Так, то есть по первой части, ну вот корректировки какие-то. Хорошо. Так, вторая часть. День празднуем, правий Ра в вершине Слава Ра, ну в горе, в вершине. Наверху? Наверху. Да. Да. Или просто вверху? Ну вверху. Вверху. День празднуем, правий Ра в верху Слава Ра. Да. Над нами там. Ну, чтобы не особо искажать, лучше вверху. Хорошо. Так, гора как вверху. И с ним предки святые Слава Ра. Да. С ним святая правь, святая. С ним святиться и правь святая. Светиться правь святая. Да. Слава Ра. Все по праве, все по праве, слава, слава. Рави, Рави, слава, слава. Рави тот, кто имеется в виду как учитель или... Нет, это не еврейский язык. А. Рави одно из имен Ра. Рави это одно из имен? Ну, Ра, Ишний, здесь такое очень древнее соединение. И отсюда происходит слово правь, то есть как бы по воле Ра Всевышнего, то что есть. Равишний, слава, слава, да? Да. Можно так, да? Ну, соответственно, там разные народы и те же евреи взяли те или иные слова. Но там уже не факт. Вот у евреев, возможно, Равина от Равана происходит. А Равана от Равана? Нет. Светлого Равана вспомнит. А Равана, ну это этот демон? Да. А Кривды? Нет, не Кривды. Кривды то иегова. Ну, демон. Это вот который Геракелош? Нет. Геракелош по-индейски Хирани Кашеку. Хирани Кашеку. Не помню. Ладно. Что дальше почитаем? Ну да. Наверное, не знаю. Я просто про этого не знаю. Зачем тебе демон? Все по праве он правит. Все по праве он правит. Слава Ра. Радость и страх он нам дарует. Слава Ра. О всеправитель, о всевластитель. Наш солнечный солнце царь. Мы никогда не остановимся тебя прославлять. И лишь ты будешь над нами править. И лишь ты будешь над нами править. Сенат Манкара идет. Так, все тут закончилось. Часть. Три. Три. Так. Сейчас здесь. земли Бог вокруг нас уже повернулся. Вышний Ра посмехнулся. Землебог не вокруг нас, а просто уже повернулся. Вокруг Ра уже повернулся. Да. Землебог вокруг Ра уже повернулся. Да, но не вокруг нас. Потому что мы живём на Нём. Это странно, это представить. Как вокруг нас ворочается землебог. Это только с помощью здоровья Бога какие-то пласты земли. Не дай Бог. Никакого такого. Вышний Ра нам посмехнулся. Так и оставить? Усмехнулся. Усмехнулся. Излучил радость, можно так сказать. Уже идёт время на убыль. Вышний Ра идёт на Запад. Идёт на заход. Запад. Запад. Да. Запад или закат? Закат лучше. Да. В украинском языке слово «захид» означает и запад, и закат одновременно. Идёт на закат. Или можно даже на убыль оставить как на уход, как в тексте ближе. Ну, по желанию. Идём дальше. Слава Всевышнему, как дарителю множественных перерождений. Истинно так. Так. Наш великий князь, жизнетворящего Бога, прародитель. Чего? Наш великий князь, жизнетворящий Бог и прародитель. И прародитель. Да. И прародитель. Житворящий Бог. Бог. Бог прародитель. Слава Тебе, кем Бог на закате, слава Ра. Темнобог можно сказать. Это Ра, как отец Чернобога. Ра, как отец Чернобога, да? Ра, как отец Чернобога. А, Чернобог. Ну да. Темнобог это и есть Ра, данное проявление. Темнобог, он как отец Чернобога, да? Да. То есть он породил Чернобога, а он сам Темнобог. Ну, образно говоря, так. Образно говоря, так, нужно учитывать, что Белобог и Чернобог это непрямые порождения Ра. Их родили другие, да? Нет. Они как бы возникли по воле Ра, но они не совсем его равноправные сыновья. Ра родил из Таннбога и числа Бога, и только уже вследствие этого возникли Белобог и Чернобог. То есть они уже идут от истины и от... Но сказать, что они порождение истинной мудрости, тоже не совсем правильно. Вот как-то тут получается так, что Ра и Истанбог числа Богом являются те, кто их так или иначе обусловил их на существование. Ну, а тут всё прояснено. Ведь если, допустим, мы говорим, ну, к примеру, о создании искусственного интеллекта, если мы скажем, допустим, о клонировании и так далее, то там не будет одного отца как такого. Ну да, там нету. Так и тут при достаточно сложных процессах. Но Ра, как всеотец, это факт. Поэтому и назвать его отцом Белобога и Чернобога тоже никак не ошибка. И Ра, как всетворец, поэтому тоже назвать его первотворцом, благодаря которому существует эта камера, тоже не будет ошибкой. Но... Но... А вот кто отец камеры? Тоже вопрос. Конечно, что не тот, кто собирал её уже в буквальном смысле. Конечно, что не тот, допустим, кто проектировал её. Ну, придумал. Но кто тогда? Получается совместное творчество. Совместное творчество, куда, конечно же, и Ра можно в разных хипостасях записать. Ра можно записать и как первотворца, который вообще все возможности дал. И Ра можно записать как учителя, который дал базовые физические знания человечеству. И Ра можно записать как солнце Бога, который излучает свет, благодаря которому этот свет фиксируется, ну, собственно, линзами камеры. А, однако, тут ещё куча учёных и разных исследователей в список идёт. Ну да, да? Ну, совместное творение, ну, понятно. Вот так и белоголк с чернотопом. Вот так и белоголк с чернотопом. Так, дальше читаем, да? Так, 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 где-то там. Слава тебе, темно Бог, слава Ра. И уже молимся тебе, как дашь Богу на закате. На восходе. И уже молимся тебе, как дашь Богу на закате. На восходе, а не на закате. Ну да, на закате это как-то не так. Но это третья часть про закат. Ну, это идея, что мы вот понимаем, что он уходит на закат и понимаем, что он вернётся с... Ну, конечно, опять вернётся. Слава твоя всегда святая, слава Ра. Ты бери наши жизни на всю волю твою. Слава Ра. Ну да, можно даже вспомнить христианскую молитву «Да будет воля твоя». Ты на закате, отдай... На восходе. Ты на восходе? Да. Но я же уже в начале нашего сегодняшнего диалога объяснял, что идея такая. На закате мы как бы погружаемся в тёмное время. Да. И на восходе мы возвращаемся в светлое состояние природы. Ну, это смысл понятен. И Всевышний даёт новые жизненные силы. Да. Поэтому, как правило, те, кто вот чисто к энергиям яви хотят быть как-то причастны, то им лучше в тёмное время спать. Ты на восходе отдай, снова нас порождай. Слава Ра. Слава Ра. Слава Ра. Всемудрому слава Тебе, о несосчитаемый. Слава Ра. И это повод, чтобы задуматься над мудростью творения Его. Это даст новые возможности Его прославлять. Слава Тебе, Вышний над Божием, наш всемудрый Мазда Божия. Мазда Божия, вот изначальный мудрец. Да. Тут смысл. Отец числа Бога. Смысл есть? То есть Мазда Божия так. Да, 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 да. И хоть не видно Твоего солнечного проявления, святого, мы зрим величие Твои, звёздные проявления. Величественные Твои. Или величество Твоих звёздных проявлений. Мы зрим величие Твоих звёздных проявлений. Слава сверкающих из их. Слава сверкающих. Слава сверкающих. Не сосчитаем звёздные проявления Твои. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава всенадвечному. Всесверхвечному. И святая. Слава всенадвечному. А, нет, тут по-другому. Слава Тебе, всесверхвечная и святая. Слава Тебе, сверхвечная и святая, да? Слава Тебе, сверхвечная и святая. И даже если случится такой ужас, что невозможно будет видеть Тебя в солнечном проявлении, всегда будем видеть Тебя, если не очами тела, так и оком души. Вовеки Слава Тебе, всенатманка Рая идет, ляжем спать и во сне Тебя будем прославлять, всенатманка Рая, и в смерти, и в жизни будем Тебя прославлять вовек, всенатманка Рая, все, как будто четыре части эти есть. Рад? Хорошо, хорошо. Точно? Так, у этого самого... Сейчас еще... Как так? Что? Все. Все хорошо? Не уверен, а может и да, а может и нет. Только у Всевышнего есть... Так, а по Галине Лоско там Велесова книга, у нее только Велесова книга, и она на украинском языке, да? Самый так. Она... Ну, перевод ее как более-менее нормальный или... Самый так. То есть лучше ее как взять, на русском, наверное, нету, да? Ой, там страхотятины на русском. Да и ее перевод у меня во многих местах вызывает пожелание лучшего, скажем так. Ну, я уже... У меня мозоль там где-то на языке размером с Верест. Я уже говорил за это, что главным достоинством ее перевода Вереста книги... Мне кажется, что она предоставила миролюбовские эти самые транслитерации. Прекрасно. Ну, эту транслитерацию ты в одном из видео там, по-моему, говорил чуть-чуть и все. Да. Одно только оно есть, по-моему, ты в Москве был или когда там? В Держинске. Ну, в Держинске, да. И все, больше ты эту Велесовку... Ну, а с кем мне ее детально рассматривать? Больше того, это тема, которую нужно научно рассматривать. А если сейчас я сказал, что через секунду все забыто, то с кем мне это все рассматривать? То есть больше вопросов тебе по этому поводу ни от кого не было? Да, вопросов куча по этому поводу. Но я говорю, идите, читайте. Ну, а что мне говорить, если я понимаю, что забудут через пять минут все, что я скажу? А без того, что не запомнят, то и то, что просмотрят, особого смысла не имеет. По большому счету, чтобы нормально понять, что я имею в виду в каком-нибудь из видео, нужно просмотреть как минимум большую часть других видео. Чтобы понять, как по смыслу это все связывается. А если большинство людей такие приходят, ну, ты нам быстро вот скажи, как бы так или не так? А что так или не так? Так? Все сказал. Да ничего не так или не так. Все есть по-всякому. Конечно, тут в двух словах не скажешь, много видео, но и вот это тоже, когда их сильно много и состыковать, надо бы как-то упорядочить их. Успехов? Успехов. Конечно же. Да, потому что много тем, и ты много разных грани касаешься, и это все бы в кучу, и, например, вот это было бы хорошо. Во славу Рая всех родных богов, мудрости и воли Раяна Правеслава, благословляю тебя на освоение программы Sony Vegas, на обрезание видеозаписей и на ведение канала, где они будут в более упорядоченном состоянии. Нет. Нет, когда так. Это все хорошо, но вот это вот упорядочение, я бы сделал просто вот в тексте таком, как бы. Не важно, как хочешь, материалы есть. Есть. Прошу. Там вот, например, по тем же, тем самым, скандинавская вот эта мифология и это, да, вот эта младшая, это старшая. Там было у тебя какое-то видео, там особо, как бы, я так понял, что ты тоже там не совсем понимаешь, что оно имелось в виду. Ну, то есть какие-то соотношения с ведической сутью есть. Ну, да. Ну, как бы, общая база, из чего, возможно, как-то так я представляю, но конкретики я не представляю. Конкретика, подожди. Там она не структурирована, как-то сказать, там нету слаженной, четкой, ясной картины. Ну, да. Да. И ты просто это вот озвучил. Ну, стоп. Это речь идет о диалоге с датаяром или о диалоге с кучей всяких людей. По-моему, с датаяром. Или общение с датаяром. С датаяром. А есть еще мое общение, еще старое, с кучей всяких людей. Тоже на эту же тему, да? И там я, допустим, привожу, что, к примеру, Юрман Гант – это про Магапатай. Допустим, Эдда – это искаженная версия слова Ведра. Да. Дальше, вот в таком-то году занимался Сэмон Сикфусон, потом занимался Снорис Торлусон. И вот как это все совмещается. То есть, если вот поэдам есть вот какие-то авторитетные… или они на русском есть? Есть. Как прочитать? Ну, нету. Почему нету? Да ничего нету, только что нужно. Вот, например, читал я… об этом тоже у меня есть видео, тоже у меня есть пара эверестообразных мозолей на языке. Читал я, допустим, переводы текстов пирамид. И там идея о том, как жрец приносит руки и ноги Сирису. Ну, понимаешь? Руки и ноги приносит. А задача фараона, чтобы подняться на солнечную ладью и заняться мужеложеством. Да, 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 ты говоришь. Я, конечно, не садист. Конечно же, нет. Но вот за такой перевод я был бы не против отдать на половые истязания каким-нибудь настоящим извращенцам такому переводчику. Потому что, ну, чем нужно думать, чтобы не понять, что речь идет о концепциях передвижения и возможности действия, а не о реальных здоровезных ногах и руках, которые жрец несет на алтарь закровавленные такие типа «на тебе, Осирис, на тебе». А ты знаешь, я вот не встретил в них, что они осмысляют эти тексты. Конечно. Что египетские, что скандинавские. Возьмем, допустим, идею с мужеложеством. Воссоединиться там. Да, даже вот у разных индусов есть идея о воссоединении со Всевышним. Там есть даже такой пример, как один мудрец берет горшок, набирает в него воздух, закрывает и говорит, вот это мы как бы в жизни, разбивает горшок и говорит, вот воздух никуда не делся, хоть и тело разрушилось. У индусов есть разные концепции о воссоединении с безличностными и невеличностными проявлениями Всевышнего. Есть идеи, что после смерти мы можем раствориться в нём. Есть идеи, что мы можем зависнуть в какой-нибудь нирване. Типа буддизма, да? Да, есть идеи о возвышении на, допустим, Галлока Вриндавана или другую Вайкундхалоку, где мы будем дружить с Кришной и пасти с Ним коров. Поэтому вот эти разные концепции воссоединения со Всевышним есть. И насколько бы нужно быть или мразью заведомо ненавидящей, ненавидящей как древних египтян, так и Всевышнего, чтобы мужеложество писать в тексте перевода, я подозреваю. Может быть, это был такой христианин, которому хотелось эту какую-то гадость писать, чтобы потом показывать, вот какие они были все дебилы-дегенераты. Скорее всего, я тоже так думаю. Это просто заданная программа, которую они выполняют. Или специально на это место был посажен настолько мерзкий, половоозабоченный дегенерат, что вот он хотел, чтобы кто-то его оснашал, и он, соответственно, приписал такой же фараону. Нет, скорее всего, это сверху идет указано. Черт его знает, я не стану даже угадать, в любом случае это издевательство. И в любом случае, в старшей и младшей Эдде таких издевательств тоже куча. Ну вот ты правил. Куча. Да, очень много. И еще раз много. Еще раз много, хорошо. И не все их я даже отловил, потому что тексты пирамид я еще самостоятельно переводил, а, допустим, Эду я не всю переводил. Я сам для себя перечитывал, допустим, речи Высокого, прорицание Вюльмы, речи Гремнира и, допустим, песню о Каре и песню о Хельгихаддингескате. Но я не переводил ряд других текстов из старшей Эдды. Поэтому я подозреваю, что там еще несколько, не знаю, куча или куча, куча или как-то так. Не, ну вот смотри, ты в своем видео пытался это осознать, как-то сопоставить и... Не, я не пытался это все сопоставить, я приводил до Таяру просто ряд параллельных мотивов. Ну, схожих с вот... Средеческими. Средеческими, да. Ну, я вот, например, слушал, попытался тоже понять, что там такое, это там малая Эда. И там человек рассказывал, он что-то там очень умный в институте кому-то читал лекции. У него там пять лекций по три часа, ну, где-то около этого. Но он, у него не идет осмысление то, что происходило. Он берет разных авторов, говорит, этот сказал это, этот это сказал. А смысла нету. Вот, допустим, я сейчас возьму и начну говорить, что эта женщина сказала, что на улице тепло, та сказала, что на улице холодно, эта сказала, что какой хороший дождик, та сказала, как хорошо солнце светит. Без привязки, когда каждая из них это сказала, создаться впечатление, что погода меняется как сумасшедшая. При том, что снова для кого-то дождик – это хорошо, приятно, для кого-то дождь – это фу, грязь, это нехорошо. Для кого-то, ой, какое гадкое солнце светит, так тяжело ходить. Для кого-то, ой, прекрасно, как солнышко светит, радость и все такое. То есть, чтобы, если так, то нужно еще изучать, с какой стороны подходили те или иные авторы, что они хотели. Если речь о моих диалогах с ДТР, то там у нас видео какое-то имеешь в виду. Это, допустим, ДТР сидел здесь на стуле, я сидел здесь, и я ему показывал некоторые тексты, некоторые картинки или как.